Глава 4. Кушалевка Должно быть желание быть поближе к своей старшей дочери, ожидавшей рождения второго ребенка, а также необходимость для папы часто бывать на постройке колокольни при церкви на католическом кладбище на Выборгской стороне. Побудили моих родителей летом 1877 года поселиться на Кушалевке. Здесь уже второй год жила сестра Камишенька со своим матом и с первенцем Джомми. Кушалевкой называлась дача под Петербургом графов Кушалевых-Безбородка, расположенная, не доезжая Охты, по набережной Невы. Рядом по Неве стояли и другие роскошные и менее роскошные дачи, среди которых особенно выделилась в дни революции 1917 года дача Дурнаво с ее торжественной колоннадой. Недалеко от нее сохранилась и другая барская дача изящной классической архитектуры, служившая резиденцией директора чугунолитейного завода. Однако ни этот домик, ни дача Дурнаво не могли идти в сравнение с Кушалевкой. В 50-х годах XIX века пышный и расточительный граф Кушалев мог еще, не рискуя ударить в грязь лицо, дать во дворце своего предка, знаменитого канцлера, пристанище самому Александру Дюмацу. И в эти годы на Кушалевке протекала роскошная, полная барских прихотей жизнь. Александр Дюма побывал в России в 1858-59 годах, совершив поездку из Петербурга в Москву, по Волге до Астрахани и далее по Кавказу. О пребывании Дюма в гостях у Кушалева-Безбородка Бенуа мог слышать рассказы Григоровича, сопровождавшего в свое время Дюма в великосветских визитах. О днях, проведенных писателем в Астрахани, от семьи Сапожниковых, родственников жены брата Леонтия, в астраханском доме которых он останавливался. Описание своей поездки Дюма опубликовал в 1858 году в собственном журнале «Монте-Кристо», а затем в двух книгах «По России и Кавказ». Путешествие Дюма в Россию подробно описано в работе Дурылина «Александр Дюма, отец и Россия». Литературное наследство, тома 31-32, Москва, 1937 год. Но с тех пор под боком у парка выросла на Охте английская бумагопредильная фабрика, и одно ее красное здание с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи. Кроме того, пробудившаяся страсть к наживе посредством продажи земельных участков, толкнула и наследника графов Кушелевых, графа Мусина Пушкина, расстаться с некоторой частью своей усадьбы. И как раз в 1875 году было построено на одном из таких участков, в двух шагах от дворца, другое, не менее грандиозное, нежели бумагопредильная фабрика здания, славянский пивоваренный завод, тоже с трубой, с дымом и со своими своеобразными шумами. Склонностью графа Мусина Пушкина реализировать свои земли воспользовался и мой дядя Сезар Кавоз, человек и сам по себе предприимчивый, а тут еще подпавший под влияние нового члена нашей семьи, мужа моей сестры Камиллы Эдвардса, уговорившего дядю вложить некоторый капитал в канатную фабрику. Под это предприятие и был дядей приобретен еще один значительный кусок парка, и в 1876 году было там заложено первое здание завода, выросшего затем в течение нескольких лет в целый фабричный поселок. Обе фабрики, пивоваренная и бумагопредильная, расположенные на берегу Невы, теснили с двух боков усадьбу, созданную для досугов Екатериненского вельможи. Тем не менее, в 1877 году и дворец, построенный к Варенге, и гранитная пристань, спускавшаяся монументальными лестницами до самой Невы, а также и многие постройки, разбросанные по парку, были еще в целости. Сохранившийся до наших дней дом бывшей усадьбы Безбородка сооружен по проекту Кваренге в 1783-87 годах. Архитектор включил в качестве центральной части нового здания, существовавшей до этого в усадьбе Полюстрова, дом сенатора Теплова, возведенный в 1777 году, предположительно по проекту Баженова. В огромном парке Кваренге построил руину, двухэтажный павильон с помещением для библиотеки, и ротонду, двенадцатиколонный круглый павильон с бронзовой статуей Екатерины II в виде Цереры по модели Рошетта, 1744-1809. В сороковых годах дворец Кваренге был основательно перестроен. В 1896 году в усадьбе поместилась Елизаветинская община сестер Милосердия, и фасад здания был опять отделан заново. Ныне здание бывшего дворца занимает больница. Несколько комнат во дворце снимали в первое время после замужества Эдвардсы, и я помню ту пустую, отделанную под гладкий мрамор залу, в которой под огромной люстрой, в полной диспропорции, ежился их маленький круглый обеденный стол. Вход к сестре был из сада, но не через дверь, а через окно, к которому приходилось подыматься по чугунной пристроенной к фасаду лестничке, тогда как из сеней дворца не было хода в их выкроенную из парадных апартаментов квартиру. Эдвардсы прожили там лишь год с небольшим, а затем переехали в домик, стоявший неподалеку в парке, и, наконец, поселились в специально построенном доме, уже в непосредственном соседстве с канатным заводом. При прежних хозяевах в самом парке, немного в стороне от дворца, было выстроено несколько дач, частью служивших помещением для гостей, частью сдававшихся в наем. Самый милый из этих домиков, украшенный балконом на четырех колоннах и стоявший довольно близко от входных ворот, сняли мои родители, отделив половину его недавно тогда женившемуся брату Альберу. На других же кушалевских дачах проживали приятель Эдвардса, шотландец Нетерсоль с женой и двумя малолетними дочерьми, милейшее немецкое семейство Лудвигов и еще какие-то господа, не нарушавшие общей мирной гармонии, царствовавшие между дачниками. Единственное, что в тот первый наш кушалевский год вносило некоторый диссонанс, это то, что самая крупная из дач была сдана под общежитие пришлых издалека, неохтинских рабочих, занятых на начавшем уже свою деятельность канатном заводе. Но и этот Луд вел себя тихо и скромно. Их даже никогда не было видно в нашей части парка. Они рано уходили на работу, когда еще все спали, возвращались в полдень часа на два для обеда, отдыха и снова приходили вечером на ночевку, причем путь их через парк лежал в стороне от нашего обиталища. Никаких скандалов и пьяных дел мне не запомнилось. На Кушалевке мы жили в 1877-78 годах и затем еще в 1882 году. И вот эти три лета дали мне очень много. Разумеется, я тогда не мог вполне сознавать то, чему я был свидетелем, а именно, что на моих глазах происходило разложение остатков славного прошлого. Но когда папочка бронил меркантильного графа Мусина Пушкина, когда он с горечью вспоминал, какой Кушалевка была в дни его молодости, когда Лудвиги мне рассказывали про те празднества, которых они сами совсем еще недавно были свидетелями, когда другие старожилы сообщали подробности о том, какие в парке стояли статуи и вазы, и как чисто содержались каналы, по которым скользили золоченые гондолы, то все это вызывало во мне смутную печаль. А то, что доживало свой век на прежних местах, пробуждало во мне рот тревожного предчувствия, как бы и это все не погибло. Оно и погибло, но уже значительно позже. За год до того, как мы поселились на Кушалевке, и как раз когда строился славянский завод, строителем которого был мой двоюродный брат Жюль Бенуа, я в первый раз посетил Кушалевку, и в это первое мое посещение меня больше всего поразила руина. Это была одна из тех затей, в которых в предчувствии романтических веяний уже в XVIII веке выразилась мечта о Средневековье. Руина эта, построенная в дни Екатерины, знаменитом Кваренге, изображение ее имеется в увраже, посвященном его творению, должна была представлять развалины замка с уцелевшей круглой башней. О Кваренге я тогда не имел никакого понятия, а Средневековье весьма смутное и скорее сказочное, зато я, как многие дети, был легко возбуждаем всем, что просто носило отпечаток таинственности. Не возьми меня тогда, папа, за руку, я бы ни за что не решился пройти мимо этих поверженных на землю грандиозных колонн и карнизов и взобраться по заплесневелым валким ступеням нескончаемой, как мне показалось, винтовой лестницы. Но с папой страх исчезал, а вид, открывавшийся с верхней площадки руины, мне очень понравился. По ту сторону Невы, отражаясь в ней, сияли главы Смольного монастыря. На первом плане возвышалось внушительное здание Безбородкинского дворца. По другую сторону сливался с далекими лесами парк, в котором белели павильоны и статуи. Там же, где готовилось сооружение пивоваренного завода, почва была вся разрыта для фундамента, лежали груды мусора, балки, доски, кирпичи. Естественно, что когда мы в 1877 году поселились на Кушалевке, я первым долгом попросился на руину. Но оказалось, что руины больше нет. Ее пришлось нести под какие-то сараи для пивных бочек, и мне кажется, что именно тогда я в первый раз понял, не зная самого слова, ужас художественных вандализмов. Я даже возненавидел своего кузена Жюля, по распоряжению которого совершился этот чудовищный поступок, погубивший то самое, что в памяти у меня осталось как чудесный сон. Наше поколение, заставшее еще массу пережитков прекрасной старины и оказавшееся в то же время свидетелем начавшейся систематической гибели этой старины под натиском новых жизненных условий и теорий, не могло не воспитать во мне какую-то особую горечь при виде совершавшегося процесса, находившегося в связи со все большим измельчанием жизни. Все на свете подчинено закону гибели и смены. Все старое, отжившее и хотя бы распрекраснейшее должно в какой-то момент уступить место новому, вызванному жизненными потребностями и хотя бы уродливому. Но видеть, как распространяется такая гангрена, и особенно присутствовать при том моменте, когда гангрена только еще чего-либо коснулась, когда обреченное тело в целом кажется еще здоровым и прекрасным, видеть это доставляет ни с чем не сравнимое огорчение. Подобные ощущения чего-то бесконечно печального и жалкого, испытанные мной в детстве, оставили глубокий след на всю жизнь. Они, несомненно, предопределили мой исторический сентиментализм, а косвенно мои кушалевские настроения сыграли свою роль в образовании того культа прошлого, которому в начале XX века со мной во главе отдавалась значительная группа художественных деятелей, ставящих себе целью убережения исторических и художественных ценностей. От моей кушалевки к созданию художественных сокровищ России, художественно-исторический сборник, созданный мной в 1901 году, к работе в редакциях мира искусства и старых годов, наконец, к образованию общества охраны памятников, лежит прямой путь. О большинстве этапов этого пути Бенуа подробно рассказывает в книгах 4-5 моих воспоминаний. Русское императорское общество защиты и охранения памятников искусства и старины было основано в 1911-12 годах. Александр Николаевич Бенуа способствовал его деятельности, войдя в комиссию по изучению и описанию Старого Петербурга. Кушалевский парк, называвшийся также Безбородкинской дачей, занимал неправильный четырехугольник, тянувшийся одной стороной по Неве и уходивший в глубину, пожалуй, на целую версту. Почти посреди набережной стоял, а может быть уцелел и до сих пор, летний дворец канцлера-князя Александра Андреевича Безбородка, состоявший из массивного трехэтажного корпуса с фронтоном и двумя круглыми башенками по бокам. От этого корпуса шли полукруглые галереи, упиравшиеся в два флигеля, выходившие на самую набережную. От одного флигеля к другому тянулась ограда, состоящая из ряда сидящих львов, через пасти которых была продета тяжелая железная цепь. Двое ворот закрывали вход в передний палисадник, усаженный кустами сирени. По другую сторону набережной улицы, ровно против середины дворца, была расположена гранитная терраса с железными решетками и гранитными же сфинксами. По бокам террасы, по склону берега, спускались к нижней площадке две тоже каменные лестницы, а под террасой был род сводчатого погреба, какие мы видим на композициях Гюбера-Рубера, служившие в 70-х годах жилищем для рыбаков. От этого грота к воде во всю ширину пристани шли опять каменные ступени. В сад Безбородкинский дворец выходил террасой с перильцами кованого железа. Широкая липовая аллея, подходившая к самому садовому фасаду, была уставлена по обе стороны мраморными бюстами римских императоров. Она доходила до моста, украшенного опять-таки львами, а конец этой аллеи упирался с 1877 года в деревянный забор, отделявший участок завода Нева от остального парка. Слева от дворца, в саду под деревьями, возвышалась грациозная беседка, так называемый кофейный дом, похожий на турецкий павильон в царском селе. Внутри этот дом был расписан по желтому фону птицами и арабесками. Но уже в 1877 году он служил складом всякой рухляди, и, глядя через щель в запертой двери, можно было различить внутри груды ломаных скульптур в перемешку со скамьями, столами, частями решеток и с садовыми инструментами. Еще более влево от дворца стояла до 1876 года на довольно открытом месте помянутая руина, назначение которой было служить Бельведером, а рядом находился, построенный в стиле английской готики, дом управляющего, в котором в наше время варил свой портер и джин, джербер, помянутый мистер Нетерсоль. Около готического дома возвышалась простая триумфальная арка, через которую, как гласило предание, не раз въезжала на праздники дававшаяся графам Безбородка сама матушка Екатерина Великая. Вправо от дворца парк был замкнут со стороны набережной глухим дощатым забором с каменными столбами. Ближайшие когти ворота в нем и вели к дачному поселку, в котором жили и мы. Почти у самых ворот, рядом с небольшой двухэтажной желтой дачей сохранился гранитный педестал, на котором когда-то стояла ваза, каменная крышка которой все еще валялась тут же в траве. Другая прекрасная ваза полированного гранита уцелела недалеко от завода моего зятя. Кубический домик с купольным прикрытием, типичный для Кваренги, рядом с нашей дачей, служил жилищем полуглухому дворнику Сысою и его сварливой старухе. Но когда-то эта старушка была баней-купальницей, и сам Александр Дюма в ней парился. Запущенная дорожка вела от ворот в глубину парка, изобиловавшего деревьями всевозможных пород. Столетние дубы, березы, липы, ели стояли то сплоченными рощами, то образовывали центр небольших полянок. Дорожка приводила к деревянному китайскому мостику, от китайского убора которого оставались лишь жалкие обломки. Однажды хрупкие перила этого мостика, на которые неосторожно облокотился кто-то из наших гостей, подломились, и он едва не сломал себе шею, упав в неглубокие воды канала. С тех пор ветхие узорчатые перила были заменены новыми, простыми, но прочными, да и весь мостик переделан на простейший лад. За мостом возвышалась горка, обязательная в каждом парке. Она вся заросла кустами волчьих ягод, которых я, несмотря на их ядовитость, безнаказанно съедал целые гроздья, поражая всех своим бесстрашием. Еще через несколько шагов за изгибом канала открывался вид на главную диковину Кушелевского парка на Кваренгиевскую ротонду, пожалуй, слишком колоссальную по месту, но являвшую собой образцовый памятник классической архитектуры. Ротонда состояла из невысокого гранитного основания и из восьми величественных колонн с пышными коринфскими капителями, поддерживавшими плоский купол, богато разукрашенный внутри лепными кессонами. Колонны были белые, крыша — зеленая. Еще в шестидесятых годах эта монументальная беседка служила сенью для памятника Екатерины Второй в образе Кибеллы. Но в мое время статуи уже там не было, и говорили, будто ее граф Кушелев подарил государю. Не та ли эта статуя, что стояла в царскосельском гроте? Сама же ротонда Кваренге простояла, несмотря на отсутствие каких-либо ремонтов, в полной целости до девяностых годов. И только тогда она была продана на слом за грошовую сумму моей кузиной Соней Кавоз, которой по наследству от отца принадлежала эта часть парка. Я узнал недавно, что в момент продажи на слом ротонда представляла из себя развалину. Чудовищная буря, пронесшаяся над Петербургом, сорвала с нее крышу и повалила одну из колонн. Она же лет через пятнадцать нанесла последний удар Кушелевки, продав свою землю по участкам, на которых вскоре выросли самые ординарные дома и домишки. Лишь кое-где уцелевшие среди них деревья и полузасохшие пруды продолжали напоминать о том, что когда-то здесь была расположена одна из самых великолепных барских усадеб. Влево от ротонды был расположен славившийся когда-то, но постепенно совершенно запущенный, фруктовый сад, от которого уцелели лишь несколько кустов, одичавшие малины и крыжовника. Далее за главной аллеей у моста со львами открывался вид на первый большой пруд, в водах которого отражались два соединенных одной общей мраморной лестницей павильона. Эти постройки, стоящие уже на территории, принадлежавшей славянскому заводу, напоминали Петерговские озерки. Первый пруд соединялся посредством пролива со вторым, находившимся в полном владении моего зятя, и славившимся своими белыми и розовыми водяными лилиями. Здесь местами на берегах можно было различить остатки гранитных пристаней, стерракотовыми скульптурами, и здесь же стояла ферма, большая, выкрашенная в красный цвет, постройка с круглой башней, похожая на ферму в царском селе. Рядом с ней, по разбитым мраморным чашам и по уступам из пористого камня стекала ржавая вода, проведенная по прямому канальчику от железного источника деревни Полюстрова. Деревня эта тянулась вглубь страны, приблизительно на версту по обеим сторонам помянутого канальчика, воды которого становились все краснее и краснее по мере приближения их к своему источнику. У самого же источника канал расширялся в виде ковша, на берегу которого вытянулось длинное выкрашенное в темно-красный цвет здание заведения минеральных вод, пользовавшегося значительной славой в сороковых и пятидесятых годах, но влачившего в наше время самое жалкое существование. В запущенном саду этого заведения оставался от прежнего блеска один лишь киоск для музыки и какие-то покривившиеся бараки для лавочек, но уже в наши дни музыка никогда здесь не играла, а лавочки стояли заколоченными, из чего яствовало, что вера в целебность железной воды была поколеблена. Соответственно, с этим дачи в Полюстрове, когда-то населенные довольно зажиточными людьми, теперь снимались исключительно мелким людям. Прямо за деревней Полюстрова начинался лес, настоящий лес, куда мы ходили собирать чернику и грибы, и в котором, говорили, водились волки и лисицы. С другой стороны Полюстрова открывался далекий простор полей и огородов, а вдали у самой линии горизонта едва блистали купола церкви на пороховых заводах. Эта относительная близость с пороховыми сообщала Кушелевке в моем представлении особенную тревожную прелесть. Лудвиги рассказывали, что в день большого взрыва, происшедшего за несколько лет до нашего поселения, все окна дач Безбородкинского дворца, Полюстрова и по всей Охте были выбиты, а земля дрогнула точно от землетрясения. Проверить такое редкостное ощущение мне не пришлось, но вид пороховых доставлял пищу моей фантазии. С одной стороны, я боялся, чтобы снова не произошло такого же взрыва. С другой, мне хотелось что-либо в этом роде пережить. Ведь ребенок уверен, что никакая катастрофа его коснуться не может. Во всяком случае, такая уверенность жила в детях тогда. Ну, а теперь, пожалуй, и у детей подобный оптимизм поколеблен. Отчетливо запомнился мне самый момент нашего водворения в Кушалевке в 1877 году. Мы переехали очень рано, вероятно, в начале мая, когда деревья стояли еще голые, а трава только начинала зеленеть, оправляясь от зимней литургии. Однако уже масса нежных белых подснежников и других лиловеньких цветочков пробивалась и пестрела по буро-зеленому фону. Здесь в тот самый вечер я увидал недалеко от нашей дачи старенького господина, собиравшего букетики именно этих простеньких цветков для своих, как это он нам поведал, внучат. Старичок тщательно завертывал поникшие цветики и слабенькие стебельки в свой клетчатый платок. И эта картина имела в себе что-то ужасно печальное. Да и самый день выдался серый, унылый, воздух был холодный, а местами все еще лежал снег. Шумевший вокруг парк казался пустым и неприветливым. Остался у меня в памяти и первый вечер, проведенный на новом месте. Снятые из только что прибывших в Азов ящики загромождали пустую дачу. Сено и солома, которыми они были набиты для предохранения посуды от ломки, лежали ворохами на полу, а тарелки, блюда, миски, стаканы, кастрюли стояли со сиротелым видом группами и рядами прямо на полу или на подоконниках и на стульях. На лицах у мамы и у прислуг было то выражение отчаяния, которое у них всегда бывало в этих случаях. Слышались слова «Один голубой соусник разбит, боже мой, забыли кофейную мельницу, всели салфетки, целали хрустальная сахарница, мамочка с напускной строгостью, а Степанида и Ольга ласково взывали, чтобы я посидел спокойно, перестал разрывать солому и оставил бы в покое разные ломкие предметы. Я же, как назло, любил переезды именно из-за того состояния кочевого развала, который при этом получался, и я не в силах был совладать с совершенно особенным возбуждением. Начинало темнеть, а я все еще продолжал шмыгать между ящиками и чемоданами или же глазел в три высоких, лишенных занавесок окна, на большой, общий для нескольких дач двор, куда меня из-за стужи не пускали, но который меня поэтому особенно манил. Больше всего меня поразили стаи ворон, с неистовым криком, кружившихся вокруг макушек деревьев, отчетливо, всеми своими еще голыми веточками, выделявшихся на блеклой заре. А рано утром меня разбудил странный шум водопада. Это заработала бумагопредильная фабрика, стоявшая тут же за забором через улицу. Из открытых во всех этажах ее окон вырывались трескотня и сверление сотен предильных станков. И вот это на известном расстоянии и сливалось в могучий гул, не лишенный даже какой-то приятности и похожий на шум водопада. Впрочем, к нему быстро привыкали и даже настолько, что иногда казалось, что фабрика перестала работать и молчит, тогда как ее жужжание и грохот продолжались с утра до вечера с неугомонным неистовством. С первого же утра началось для меня исследование окружающей местности. В те времена доставляло мне особое наслаждение, но и ныне я испытываю обостренное любопытство каждый раз, когда оказываюсь среди чего-то до того невиданного. День был ясный и теплый. Хоть на деревьях еще не было листьев, хоть клумбы нашего собственного садика были еще без цветов, хоть были будни, а не воскресенье, иначе фабрика бы не гудела, хоть в доме все еще шла возня по уборке и мне некуда было приткнуться, мне казалось, что над Кушалевкой веет праздничное настроение. Исследование началось с ближайшего, с самой дачи. Не особенно внушительное снаружи, внутри она оказалась довольно просторной и объемистой. Такому впечатлению способствовал зал, занимавший всю середину дома и выходивший окнами в одну сторону на двор, в другую на передний садовый балкон. Вся правая от зала анфилада из четырех комнат предназначалась под семью брата Альбера и стояла пока пустою. В левой анфиладе я выбрал себе третью комнату. Перед ней была спальня папы и мамы, за ней комната моей Бонны, первая же из залы комнаты была устроена под папочкин кабинет. Насупротив этого кабинета и тоже с выходом в зал помещалась чертежная брата. И вскоре там закипела работа его помощников, двух братьев Домбровских, необычайно добродушного Карла, которому, мне кажется, я обязан своими польскими симпатиями, и Владислава, ставшего впоследствии видным архитектором у себя на родине в Польше. Красивое матовое лицо Карлуши с острую подстриженной бородкою и великолепными усами, всегда улыбавшееся, всегда ласковое, а также вся его аккуратненько и чистенько одетая, довольно плотная фигура живет в моей памяти с полной отчетливостью именно на фоне окон нашей Кушелевской дачи, в которой через деревья кое-где сквозили стены красной фабрики. Я точно слышу и мягкую картавую речь Карлуши, его изящный польский акцент. Меня нисколько не тревожит этот шум, была его первая фраза после проведенной ночи. Я под него спал прекрасно, мне казалось, точно я на иматре. Кухня помещалась в отдельной избе, соединенной с господской половиной крытым переходом, по валким доскам которого, вся дача была очень древняя и, вероятно, десятки лет не реставрировалась. Я поминутно бегал, так как из этого перехода я попадал и в небольшой дворик, отделенный сквозным трильяжем от настоящего сада. Это огороженное, замкнутое со всех сторон место я выпросил себе. И оно стало особенно милым с момента, когда выросшие бобы совершенно закрыли зеленый переплет трильяжа и стало здесь, как в комнате. Мне этот дворик сразу так понравился, что я чуть ли не в первый же день стал устраивать в нем свой собственный сад. Принялся проводить годные для лилипутов дорожки, обкладывать их камушками, рыть канавы и круглые бассейны, причем, к огорчению Бонны, самым жестоким образом пачкался. Увы, первый же дождь размыл мои труды, после чего уже заправский садовник посадил там резиду и душистый горошек, что и придало моему садику прелестный вид и чудесный аромат. Это замкнутое, уютнейшее место стало моей обычной резиденцией, так как и в дождь там можно было укрыться под навесом кухонного перехода. Здесь, за низеньким своим столиком, я рисовал, разглядывал книжки с картинками, здесь же, в исключительных случаях, я поил шоколадом девочек нетер-соль и маленьких дочерей какого-то фабричного управляющего. Иногда в садике разбивалась палатка, для чего, как я уже рассказывал, ставилась метла, на нее накидывался старый плед, концы которого привязывались к четырем колышкам. Мама не очень поощряла эту последнюю забаву, ибо, забираясь в палатку со своими гостями, я уже уходил из-под надзора старших. Однако, в те годы всякие опасения, как бы Шуренька не вздумал делать глупости с этими девочками, были напрасными. Да и подруги мои были такие тихие, скромные, робкие. Мне стоило больших трудов хоть немного развеселить их. Шоколад и другие лакомства они вкушали с фасоном, и все спешили уйти, не поддаваясь соблазну разглядывать картинки или сыграть партию в лото. Вообще же страсть к палатке была во мне до того сильна, что в дождливые дни я ее устраивал в полутемной зале. Если щетку я оставил прямо, то получался скорее большой зонт, и слишком все было открыто. Но если ее наклонить, а плед привязать к положенным набок стульям, то выходило нечто подобное жилью бедуина, и все это представлялось верхом укромности. Как становилось тепло и даже жарко в этом убежище, несмотря на то, что через открытую на балкон дверь проникал сырой воздух, и видно было, как лили дождевые потоки. Совершенно не страшна была гроза, когда чувствовал над собой не только крышу дома, но еще и мою собственную крышу, образованную пледом. Однажды, впрочем, когда уже очень в этом обиталище кочевника стемнело, я чуть было не наделал пожара, вздумав для придачи уюта, зажечь в нем взятую с рояля свечу. Услыхав запах горелой шерсти, мама вбежала в ужасе, но все обошлось благополучно, и лишь большая дыра в пледе осталась напоминанием о том, что большие называли шуриной шалостью. Вселение через несколько дней после нас Альбера с семьей очень оживило наше житье-бытье. В то же время оно сразу лишило его тишины. Сам Альбер, настоящий природный душа общества, не мог долго оставаться в покое, но так как из Кушалевки трудно было предпринимать пикники, проектировавшийся пикник в Шлиссельбург на пароходе так и не состоялся, то эта его способность выражалась здесь во всяких домашних увеселениях. Как раз дни рождения отца, именины мамы, Камиша и жены Альбера представляли ему желанные предлоги для фестивалей, иллюминаций и фейерверков. Особенно мне осталось памятным празднество 22 июля именины Марии Карловны, когда наш затейник вздумал усовершенствовать традиционную иллюминацию тем, что бесчисленные фонари он изготовил домашним способом из пестрого ситца. Часть молодежи, откуда только он ее набрал, пилила и рубила деревянные дощечки, служившие донышком для фонарей, другая сшивала самую материю, третья я в том числе сверлила дыры для свечей. Надлежало, кроме того, приколачивать материю гвоздями к дощечкам, приделать проволочные подвески и обтачивать слишком толстые стеариновые свечи. Возни было много, всякого добра испорчено без счета, а эффект не оправдал этих усилий и затрат. Он получился настолько тусклым и неказистым, что пришлось все же прибегнуть к традиционным бумажным фонарям, благо у нас всегда бралась их на дачу целая большая корзина. Не надо при этом думать, что Альбер был каким-то тунеядцем и бил баклуши. Он тогда вел уже вполне самостоятельные постройки и, кроме того, по службе в страховом обществе постоянно должен был отправляться на пожары или на погорелые места в разные концы города, а то и предпринимать далекие поездки по провинции для составления оценок или для проверки погибшего имущества. Надо при этом заметить, что зрелище пожаров доставляло ему столько же удовольствия, сколько иллюминации и фейерверки. С жадностью слушал и я его возбужденные рассказы о них, и особенное впечатление производили на меня по памяти набрасываемые им изображения этих бедствий. С этого же лета 1877 года он с удвоенным рвением стал заниматься этюдами с натуры, что постепенно и создало ему большое имя в художественном мире, и благодаря чему он впоследствии зарабатывал немало денег. Особенно излюбленным местом для его живописных этюдов была Невская Тоня, находившаяся как раз недалеко от ворот парка. Под Тоней подразумевается рыболовное предприятие артельного характера. Наша Тоня состояла из деревянной, утвержденной на своих пристани, на которой помещался ворот Кабистан для наматывания невода и деревянная лачушка, служившая жилищем для рыбаков. О Тоне я говорю подробнее дальше. Сидя на помосте Тони, можно было любоваться удивительными видами. Прямо на супротив выселись церкви и часовни Смольного монастыря. Слева по берегу было расположено предместье Охта с ее церковью и с громадными старинными верфями. Вправо виднелись далекие маковки и шпили петербургских церквей и водонапорные башни. Особенную живописность придавали пейзажу пестро расписанные дровяные барки, коими были заставлены оба берега реки или которые плыли гуськом, привязанные к буксиру. Сколько раз Альбер возвращался к этим действительно бесподобным мотивам. Вообще он не знал усталости. Если вечер выдавался ясный, с теми удивительными небесами, какие только и можно видеть в Петербурге, да еще в Венеции, то он, едва вернувшись со службы часов около шести, наскоро закусив и забрав свои художественные принадлежности, летел со всех ног на Тоню. И то художественное возбуждение, которое им тогда владевало, способствовало успеху. Это лето было одним из важнейших в его развитии. И кушалевские акварели Альбера Бенуа, сделанные с редкой уверенностью и простотой в порыве энтузиазма, я лично предпочитаю всему остальному в его творения. Куда девались эти ранние этюды Альбера? Большинство их было раздарено им, а то и растеряно, и все же масса оставалась еще в его папках, но была распродана в тяжелые годы революции, особенно на той сепаратной его выставке, которая была устроена в Доме Искусства. Как я не умолял тогда Альбера не прельщаться обесцененными деньгами, ведь инфляционные миллионы не стоили на самом деле и десятков прежних рублей, он не в состоянии был удержаться от соблазна на эти миллионы получить и тут же превращать их в несколько фунтов картошки и муки. В них еще нет и намека на те влияния, которым он подвергся в позднейшее время, когда он сделался любимцем публики и российской знаменитостью. Останься, Альберт, таким, каким он был в те ранние годы, он приобрел бы со временем европейское имя. Таких художников, каким он обещал быть, немного и на Западе. Надо прибавить, что подвижность Альбера не была беспокойной для других, назойливой, шумливой. Правда, он тащил с собой всякого, кто ему попадался по дороге, вследствие чего ему приходилось затем работать в окружении довольно густой группы, что ничуть ему не мешало. Но те, кто имел достаточный характер, чтобы противостоять этому урагану, оставались на месте, да и сам этот ураган уносился куда-то далеко от дома. Иным образом нарушала спокойствие и тишину нашего обитальща молодая жена Альбера. На следующее же утро после их приезда был доставлен на кушалевку большущий рояль Шредера, и не успел он несколько отстояться, как уже Мария Карловна принялась на нем играть гаммы и тюды и разучивать разные труднейшие пьесы. Эта ученая и учебная музыка наполняла в течение шести часов в день наше кушалевское уединение. Что в сравнении с этим ближайшим громом представлял собой отдаленный водопадный рокот Красной фабрики? Игра профессиональной пианистки была в то время чем-то совсем иным, нежели на слух подобранные марши и контрдансы папы или робкая игра по нотам мамочки или даже блестящие импровизации того же Альбера. Тут каждая нота выступивалась с редкой отчетливостью, а вереницы их кружились по гулким полупустым комнатам и градом выливались в сад. Даже уходя подальше в парк, я продолжал слышать рулады, пассажи, трели и арпеджио Марии Карловны. Меня особенно раздражало то, что и вещи, которые мне нравились, например, рапсодия листа или вальс Рубинштейна, Мария Карловна расчленяла, то и дело обрывая на полуфразе и возвращаясь по нескольку раз к тому же недававшемуся ей пассажу. Музыка эта мешала слушать чтение моей Бонны или же вести какой-либо связный разговор. Уже тогда проявлялось мое довольно неудобное свойство. Любая музыка, будь то даже простая гамма или чижик, неминуемо вызывает во мне состояние специфической рассеянности и какую-то неспособность думать о чем-либо другом. Позже я уразумел, что вся эта шумливая работа необходима для настоящего музыканта, иначе ему не одолеть трудности пианистического мастерства. Слушая ту же Марию Карловну, я впоследствии наслаждался даже тогда, когда она двадцать раз подряд подносила одну и ту же скачущую или бисером рассыпающуюся фразу, или когда нарастала какая-то подготовка, так и остававшаяся недосказанной. Но семилетний мальчик, ничего еще в музыке не смысливший, и при этом все же очень отзывчивый на музыку, просто страдал от игры своей заловки. Какое я не питал отвращения к прогулкам как к таковым, к тем прогулкам, которые надлежало делать для здоровья и которые заключались в бесцельном шагании под присмотром Бонны, я все же соглашался гулять, только бы уйти из дому и не слушать эти катаракты звуков. А тут еще между мной и Машей возникли и настоящие нелады, о чем я уже рассказал в главе о музыке. Полной неудачи окончились в то же лето и мои уроки верховой езды. За них принялся брат Коля, только что тогда вышедший в офицеры, обзаведшийся прелестной гнедой лошадью и задумавший научить своего маленького брата тому искусству, которым он уже владел в совершенстве. Коля был тогда совершенным юнцом, ничем иным, кроме как воинским делом и фронтовой выправкой не интересовавшимся. По натуре добрый, но с грубыми профессиональными замашками он относился ко мне немного как к сержант, к отданному ему на муштру рекруту. Естественно, что балованный, чуть даже изнеженный недотрогой капризуля Шурка боялся Коли и настолько даже, что прятался от него и подымал крик из-за каждой его ласки, выражавшийся, впрочем, не иначе, как в щипке или в легком дергании за уши. Тем не менее, когда Коля, приехавший с лошадью погостить к родителям на Кушалевку, ему был предоставлен папин кабинет, спросил маму, не следует ли мне поучиться верховой езде. А мама, вообще, мечтавшая усовершенствовать мое весьма недостаточное физическое воспитание, обратилась ко мне с вопросом, не хочу ли я воспользоваться уроками брата. Я согласился с радостью. Мне показалось, что это будет очень эффектно, когда я, как генерал, буду скакать на лошади. Но до скачков у нас не дошло. Уроки Коли длились еще меньше, нежели уроки Марии Карловны. Не желая считаться с моим характером и возрастом, он сразу взял в отношение меня ту манеру, которая у них была в ходу в полковом манеже, где новички, как мешки, падали с лошади. Посадив меня без седла на свою кобылу, всунув мне в руки поводья, он распустил, как берейтер, корду, встал в центре, хлопнул бичом, и лошадь пошла, описывая широкий круг. И сразу к своему ужасу я почувствовал, что соскальзываю с ее гладких боков. Не успел Коля подбежать, чтобы меня подхватить, как я уже лежал на траве, а мамочка, тревожно следившая с балкона за этим упражнением, мчалась на помощь. Удивительно то, что я тогда не заплакал, сам встал на ноги, встряхнулся, и опять, запасшись мужеством, заявил, что готов продолжать, с условием, однако, чтобы мне дали седло. Но это не входило в программу кавалерийского воспитания Николая. Он насильно меня схватил, посадил на лошадь, причем довольно грубо отогнал мамочку, и снова распустил корду. Тут мои запасы мужества иссякли сразу. Вцепившись в гриву и прильнув к шее лошади, я стал вопить какие-то угрозы по адресу моего тирана и все настойчивее требовать, чтобы меня отпустили на землю. Коля собирался пересилить то, что он считал капризом, но мама строго приказала ему снять меня с лошади. И какое же я испытал отрадное чувство, когда оказался в ее объятиях, и ее рука стала гладить меня по голове. Разумеется, после этого о продолжении уроков верховой езды не могло быть и речи. И с того самого злополучного дня я и не пробовал взобраться на спину благороднейшего из животных, хотя в течение жизни представлялось немало соблазнов, а братья, сестры и отец все были очень приличными наездниками. На Колю я долгое время дулся и избегал с ним встречаться. Католическое кладбище, к церкви которого папочка в этом году начал пристройку колокольни, лежало в верстах в двух или трех от Кушалевки, ближе к финляндскому вокзалу. самая церковь очень простая, но изящная была построена отцом в 50-х годах в романском стиле. Церковь Святой Девы Марии была построена Николаем Леонтьевичем Бенуа на Выборгском католическом кладбище в 1856-58 годах. Кладбище не сохранилось. Нижний этаж был на сводах и там в западном углу был наш фамильный склеп, где под плитами уже лежали умершая в младенчестве сестра Луиза и брат Иша. Уже поэтому семья наша была особенно связана с этой церковью, но кроме того, она теперь сделалась приходской церковью поселившихся на Выборгской стороне Эдвардсов. И мой зять, ревностный католик матью, не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не побывать иногда со всей семьей на мессе. Прежний фасад без колокольни, надо сознаться, был и цельнее, и гармоничнее. Такое, кажется, церковь и была задумана папой. Но теперь, благодаря нашедшимся средствам и удовлетворении гонора польской колонии, пожелавшей, чтобы церковь более выделялась среди окружающей местности, решено было пристроить колокольню, и по проекту папочки главный вход в церковь должен был помещаться в ней. Кажется, в 1877 году работы по возведению колокольни еще не начинались, и фундамент был положен лишь весной 1878 года, но, во всяком случае, папа был занят проектом и часто ездил на кладбище, чтобы совещаться с местным священником Ксензо Францискевичем. Ксенз приходил к нам часто на дачу, и все это вместе взятое придало нашему кушелевскому пребыванию какой-то оттенок клирикальности. У меня вообще был род благочестивой нежности к духовным лицам, но иных, особенно среди поляков доминиканцев святой Екатерины, я как-то побаивался, тем более, что и папочка их иногда деликатно поругивал за притворство и лукавство. В качестве синдика святой Екатерины он был с ними в постоянном общении. В пределах петербургской немецкой колонии, по примеру Западной Европы, синдиками называли и старост церквей, и лиц, ведущих судебные или иные гражданские дела различных учреждений. Но вот Патера Францискевича я полюбил всем сердцем, да и он как будто платил мне тем же. К сожалению, дружба наша продолжалась недолго. Власти сочли этого безобидного и милого человека вследствие его популярности опасным, и его отправили в какую-то дальнюю сибирскую епархию. Случилось, впрочем, это позже, тогда как в течение всего времени постройки колокольни 1878-79 годы Патер Францискевич был неотлучно в Петербурге, проживая вместе со старухой-матерью в деревянном, покрашенном в черный цвет доме, стоявшем у ворот, сейчас же у кладбищенской ограды. Повторяю, я очень привязался к этому доброму Патеру, но и папочка, бывший вообще очень чутким в оценке людей, считал его за исключительно чистого и благородного человека. Однако нельзя сказать, чтобы внешне Патер сразу располагал к себе, особенно тех, кто был склонен вообще скептически относиться к католическим духовным лицам. В своей внешности это был настоящий и при том комический тип иезуита. Настолько даже комический, что я, малыш, решался при всем своем обожании Францискевича имитировать его повадки, а мои родители, вообще такие дерзости, не поощрявшие в данном случае, благодушно над моими имитациями потешались. Добрейшая мамочка даже смеялась до слез, вспоминая со мной те потешные гримасы, с которыми Францискевич отказывался от всякого угощения, и все же затем сдавался и тогда проявлял неожиданный аппетит. Вероятно, дома бедняге жилось не слишком сладко. Но и манеру говорить Патера я довольно метко перенимал, особенно его специфические французские и русские выражения. У нас в доме никто по-польски не понимал, и ему приходилось прибегать к этим иностранным для него наречиям, которыми он владел далеко не в совершенстве. Все это было в высшей степени курьезно. И все это могло бы вполне пригодиться для актера, играющего роль Дона Базилио в севильском цирюльнике, причем на сцене манеры Францискевича могли бы показаться утрированным шаржем. Самое курьезное в Патере Францискевича была его походка, и в частности его манера входить в комнату. Другие знакомые Патеры имели скорее благородную и даже величественную манеру являться к своим прихожанам. Их осанка выражала, что они в качестве божьих представителей делают честь простым смертным, и лишь для христианского декорума, протянув руку для поцелуя, они придавали лицу легкий оттенок смирения. Напротив, появляясь в дверях, Патер Францискевич сразу перегибался два-три раза в разные стороны, причем руки его подымались в уровень с головой и, открывая ладони наружу, совершали движения, означавшие что-то вроде «недостоин», «слишком много чести», «прошу простить мою смелость». Если бы еще он был человек пожилой, то все эти ужимки имели бы другой характер, но Патеру Францискевичу было немного за тридцать лет, лицо у него было молодое, тщательно всегда выбритое и лишь чуть сизое у щек, что вместе с его бледностью как-то подчеркивало его аскетический вид. Роста же он был выше среднего, очень худой, длинный, длинный и казался еще более длинным и тощим из-за своей тесно облегающей черной рясы. И вот этот тип иезуита из комической оперы был на самом деле самый бескорыстный, самый благородный, самый отзывчивый человек и доброты прямо ангельской. Впрочем, и во внешнем облике эта серафичность Францискевича светилась и убеждала. Особенно же он озарялся, когда служил мессу, что он делал без всяких гримас, необычайно просто, внушительно и как-то даже строго. Видимо, он весь на эти моменты исполнялся глубочайшего религиозного чувства и совершал обряд не как привычную формальность, а воспламеняясь каждый раз живым экстатическим чувством. А затем надо было видеть, как Патер Францискевич разговаривал с бедняками, чуть не плача в ответ на их жалобы, как он извинялся, когда не мог помочь им в желательной мере. На пособие беднякам уходили почти все его доходы, и сколько бы он их не получал, получал же он не так уж мало, ибо смертвецов доход верный, он сразу раздавал большую часть, и тогда, как говорили, он нередко целыми днями голодал. Особенно ярко я помню Патера Францискевича именно на Кушалевке, шествующего своей странной раскачивающейся походкой по аллее к нашей даче. Когда он шагал, его точно швырял ветер, он точно боролся с ним, а крылатое длинное его пальто развивалось во все стороны, хотя бы стояла тихая погода. И вот едва заметит он сына высокопочитаемого господина профессора, занятого ловлей лягушек в траве или какой-либо почкотней на дорожках сада, как сейчас же на ходу он начнет произносить весь свой ритуал приветствия, изгибаясь и подымая ладони вверх. Это очень затрудняло исполнение моего ответного ритуала, ибо приходилось на лету завладеть его рукой и приложиться к ней. При этом он приговаривал что-то необычайно ласковое и приветливое, но, к сожалению, непонятное, ибо это было по-польски. Заметив мамочку, он повторял с новым усердием ту же церемонию, произнося на каком-то французском жаргоне выспреннее приветствие, и, наконец, перед папочкой с ним приключался настоящий танец святого Вита. Однако, как только начиналась между ним и папой деловая беседа, то патер становился непринужденным и очень серьезным. Францискевича папа никогда за глаза не критиковал ни за коварство, ни за интриганство, ни за особенно ненавистное ему маклачество. Францискевич к тому же был человек образованный, хорошо знал как богословскую, так и светскую литературу и даже проявлял кое-какие знания по истории искусства, что в те времена было большой редкостью. Весьма возможно, что именно эти его исключительные достоинства помогли завистникам изготовить на него какой-то донос, приведший к удалению его из столицы в далекое захолустье. С постройкой колокольни у меня связано еще одно воспоминание о помощнике папы, архитекторе Бекарюкове, тогда при нем состоявшем. Никого в жизни, мне кажется, не стало так жаль, как однажды именно этого молодого, тощего, белокурова человека с жиденькой бороденкой клином. И возможно, что и отца побудила жалость взять его к себе на службу, так как едва ли Бекарюков успел себя засвидетельствовать какими-либо выдающимися способностями и знаниями. Надо при этом заметить, что при необычайной спорости отцовской работы, при его умении совсем поспеть вовремя, при его любви все делать собственными руками, роль помощника сводилась к минимуму, к чисто техническому черчению, да к наблюдению за подрядчиками и за рабочими, а это мог делать всякий. Впоследствии из Бекарюкова вышел достойный техник, отец его определил к себе в городскую управу, и там он служил многие годы, а в конце концов даже удостоился какого-то академического звания. обострилась же моя жалость к Бекарюкову в один памятный вечер на Кушалевке. Вечер был августовский, темный и довольно ненастный. Вся наша семья сидела за чаем. Две свечи тускло освещали скатерть, наш древний самовар и какие-то закуски. Вся же остальная огромная комната, служившая и столовой, и залой, тонула во мраке. И вот на какой-то вопрос папы Бекарюков стал рассказывать о своем прошлом, и рассказ этот сразу приковал наше внимание. Рассказывал Бекарюков, какую он в детстве испытал чудовищную нужду, о чем я, балованный маменькин сын, не имел до того времени ни малейшего представления. Рассказ этот так затянулся, что стало слишком поздно нашему гостю возвращаться в Петербург, и пришлось его уложить на черном клеенчатом диване, чем он был безмерно растроган, и о чем постоянно вспоминал даже по прошествии многих лет. Я слушал эту быль как увлекательную, но и мучительно жуткую сказку. Слушая ровный монотонный голос рассказчика, я в то же время глядел, как бабочка, обжегшая себе крылья о пламя свечи, медленно сгорала, утопая в растопленном стеарине у самого фитиля. Помочь бабочке было невозможно, и я с жалостью и с омерзением следил за тем, как ее крошечное тельце обугливалось. Вообще слезливых историй я терпеть не мог, и потому не переносил русских детских книг и журналов, которые были почти всегда полными. Но, слушая такую подлинную быль из уст самого страдавшего, я весь застыл, и мрачные картины одни за другими западали в душу, врезывались навсегда в память. Из отдельных эпизодов меня особенно поразило то, что Бекарюков, живя в каком-то провинциальном городе, принужден был для своего питания рыться в помойных ямах, и он бывал счастлив, когда ему удавалось раскопать в них какие-либо отбросы, кожуру от огурцов, селедочные головы, раковые скорлупы. Особенно меня поразила последняя подробность. Раковые скорлупы было очень приятно выуживать в биске, когда они были наполнены привкусным фаршем, но раковая скорлупа, найденная в грязи, полутухлая, это было нечто совсем иное, при одной мысли, о чем начинало тошнить. Еще более глубокое чувство жалости я в то кушелевское лето почувствовал в отношении другого человека. И это чувство было осложнено тем подобием дружбы, которая возникла между мной, семилетним мальчиком, и этим двадцатилетним молодым человеком. Его фамилии я не запомнил, да и не уверен, знал ли я ее когда-либо. Не только я, но и все наши домашние звали его просто мсье Станислас. Под этим же именем он живет и в моей памяти. Откуда он взялся, какая злая судьба его закинула в русскую столицу, как он попал на охту, кто были его родители, этого я не узнал никогда. Мсье Станислас как будто избегал вообще подобных тем. Но возможно, что он был сыном какого-либо пострадавшего во время польского восстания 1863 года мятежника. Несомненно, он принадлежал к хорошему обществу, что доказывали и его манеры, и его говор. Да и владел он языками немецким и английским, а по-французски говорил так, как говорят только люди, приученные к тому с детства. Мамочка это его знание французского языка пожелала использовать и предложила ему быть чем-то вроде моего гувернера. Возможно, что мсье Станислас был ей рекомендован патером Францискевичем. Но быть настоящим наставником ему не позволяла его хилость и хворость. Почему все и свелось к отдельным урокам, да и уроки получались довольно бестолковые. Хорошо говорить по-французски я с ним не выучился, зато эти собеседования с ним принесли мне иную пользу, я бы сказал душевного порядка. Мсье Станислас представлял собой истинно поэтичную фигуру, вроде тех мучеников, которые на картинах балонцев умирают под мечом палача, млея от восторга при виде раскрывающихся небес. Длинный, до жути тощий, мертвенно бледный, с темными, слегка кудрявыми волосами, он производил впечатление выходца с того света. Одет он был почти как нищий. Это не особенно тогда шокировало, так как студенты бывали часто похожи на бродяг, и свою единственную рубашку он стирал собственноручно. Однажды я его застал как раз за этой работой, и тогда же был поражен невероятной худобой его оголенного тела. В чем именно заключались наши собеседования уроки, я не помню, но во всяком случае мне на них не было скучно. Вообще я ненавидел всякие уроки летом, и в целом воспоминания о МСЕ Станисласе сохранилось у меня во всех смыслах пленительное. Первые такие уроки происходили у нас на даче. Но однажды он не явился, и тогда мама меня послала с Бонной узнать, почему он не пришел. Жил же он в мезонине той самой большой дачи, низ которой был предоставлен под общежитие на члежку рабочих. Чтобы попасть на лестницу к МСЕ Станисласу, надлежало пройти через единственную открытую дверь этого помещения, остававшегося во время дня пустым. Поднявшись в его низкую комнату, я увидал его лежащим на низкой железной кровати, головой к полукруглому окну, опускавшемуся к самому полу. На одеяле и на полу рядом валялось несколько книг, но, видно, больной не в силах был читать, а пребывал в состоянии полной прострации с лихорадочно горящими глазами, с руками вытянутыми вдоль тела. В те времена еще не знали, что чахотка заразительна, но, кроме того, мать моя вообще относилась к заразам довольно скептически, а потому мне, вслед и за первым визитом, обнаружившим всю тяжесть недуга моего учителя, позволили посещать его ежедневно и даже безбонны, благо та дача, в которой он жил, стояла всего в нескольких шагах от нашей, и мама была уверена, что я не заблужусь по дороге. Хочется думать, что эти мои посещения не были в тягость бедному мсье Станисласу. Несомненно, наши симпатии с первого же дня оказались взаимными. По натуре он был один из тех взрослых, которые обладают чудесным даром сохранения детскости, и для которых общество детей, особенно развитых и интересных, которым без лишней скромности я могу причислить и себя, иногда даже приятнее общество людей одного с ними возраста. Почти всегда я заставал мсье Станисласа лежащим на своей убогой кровати, но уже в слове «войдите», которое он произносил в ответ на мой стук, звучала радость, а, очутившись в комнате, я сразу видел довольную улыбку на его посинелых губах, обыкновенно сложенных в горькую усмешку. В дни, когда недуг меньше всего мучил, он даже вставал и принимался ходить по скрипучим половицам своего чердака. Я же неизменно усаживался на дырявое серое одеяло и готов был сидеть так часами, забрасывая его вопросами самого разнообразного характера. У меня их накоплялась масса, и иногда брала такое нетерпение услыхать ответы, что я задавал все новые и новые, часто не вполне дослушав его объяснения. Часть беседы вертелась вокруг божественных и философских тем. Меня тогда особенно волновали мысли о загробной жизни, о привидениях, о вечности, о звездном пространстве, о бесконечности. Иногда же мы переходили на естество знания. Кажется, Мсье Станислас был студентом-естественником, но не мог продолжать занятия в университете из-за безденежья и болезни. Тогда он с увлечением рассказывал про насекомых, жизнь которых была его специальностью, и которых он собирал и хранил в изготовленных им же коробках. Несколько таких коробков под стеклом висели порваном, но тщательно подклеенным обоем. Эти коробки, несколько десятков книг и ветхий чемодан, это было все, чем он владел. А необходимой мебелью его снабдил Матвей Яковлевич, который и устроил Мсье Станисласа наверху этой снятой для рабочих дач. Иногда, впрочем, Мсье Станислас вспоминал и о взятых им на себя педагогических обязанностях и тогда бралась французская грамматика Марго, но эта серьезная и скучная книга обладала почему-то свойством нас обоих веселить и над той или иной фразой мы оба до слез хохотали, причем смехом Мсье Станисласа неизменно переходил в раздирающий кашель, сопровождавшийся усиленным кровохарканием. К концу лета привязанность моя к Мсье Станисласу дошла до чего-то восторженного. Ко мне, совершенно чужому мальчику, он относился как брат или как во всем равный со мной приятель. Бывали дни, когда Мсье Станислас вдруг как-то оживал, молодел, и тогда он мог говорить необычайно умно и красноречиво целыми часами. Если же напротив ему становилось слишком худо, то он просил меня уйти, но делал это с таким тактом, с такой трогательной вежливостью, что я хотя огорчался, однако подчинялся беспрекословно. В дождливые дни я бежал к нему, накинув свой дождевик. Ребенком я вообще любил бегать по дождю, и в такие дни наши беседы приобретали особую уютность. Слышно было, как ровно барабанит дождь по железной крыше, снизу доносилась перебранка между сторожихой и каким-нибудь застрявшим рабочим, через поливаемое водой стекло глядела посеревшая листва, а я тем временем с другом блуждал по Индии, любовался скачущими поляном обезьянами, охотился на львов, слонов и тигров, слушал сказочника на базаре. У Матвея Яковлевича была недурная библиотека и целый ряд иллюстрированных изданий. Он их охотно предоставлял мсье Станисласу, и мы без конца могли разглядывать иллюстрации, частью красочные, Жильберта к Шекспиру или таблицы Большой Английской энциклопедии. И про все мсье Станислас мог рассказать что-либо захватывающее. Если же ему попадался сюжет совершенно незнакомый, то он тут же без подготовки переводил мне соответствующий текст. С ним же, с милым, незабвенным мсье Станисласом, я сподобился посетить первый раз в жизни кабинет восковых фигур. Музей восковых фигур типа паноптикума существовал в описываемые Александром Николаевичем Бенуа годы в Кронверкском парке на Петербургской стороне, устроенном еще в середине девятнадцатого века. Гофманский тип свел меня в этот гофманский мир, который для меня обладал в то время великой притягательной силой. Впрочем, человек кукла и вообще сыграл во всей моей психологии известную роль, что отразилось и в моем творчестве. Достаточно, если я напомню, что сюжет Петрушки есть далекий отголосок всяких дум и настроений, возникавших вокруг автоматов. Попали мы в этот кабинет с мсье Станисласом, потому что в его обязанности гувернера входило также совершать со мной прогулки. Случилось же это во вторую половину лета, когда он себя чувствовал лучше и несколько окрепшим. Может быть, он просто у нас подкормился, тогда, как до того буквально голодал. Кроме названного довольно далекого путешествия, мы успели совершить и несколько других экскурсий. Ходили мы к железному источнику в конце полюстрова, в лес, тянувшийся за деревней, к церкви на большой охте. Иногда мы переезжали на ялике к смольному. Чувствуя прилив сил, чувствуя это было обманчиво, он сам с охоты шел, куда я его тащил, а в тех случаях, когда эти прогулки происходили на приволье, то попутно он собирал бабочек и растения. И в кабинет музея восковых фигур потащил его я. Меня уже давно заинтриговывал тот деревянный балаганчик, что стоял в тени деревьев в Петровском парке за крепостью. Неоднократно я с родителями проезжал мимо него, совершая путешествие из города на Кушалевку, литейного моста еще не существовало, он как раз строился и надо было ехать кружным путем. И с первого же раза я в высшей степени заинтересовался этим домиком, снаружи которого под навесом стояло несколько фигур как будто живых и все же недвижных. Литейный мост строился по проекту инженера Струве в 1875-79 годах. Но как я не убеждал папу и маму остановиться и посмотреть поближе, что это такое, они моим мольбам не внимали. Заветное мое желание наконец исполнилось лишь благодаря уступчивости доброго мсье Станисласа. Музей восковых фигур помещался в длинной одноэтажной деревянной постройке, в которую попадали через вспомянутое крыльцо под навесом его и стояли жуткого вида застывшие господа и дамы. Впрочем, одна из этих дам показалась мне вовсе не жуткой. Она была сделана тщательнее других и хранилась под стеклянным колпаком. Пленница, замкнутая в прозрачную тюрьму, была одета в ярко-малиновый корсаж и в розовую блиставшую серебром юбку, подбоченись одной рукой, а другую, держа на отлете, закинув голову, она балансировала шпагой рукоятка которой покоилась у нее на носу, тогда как на острие стоял стакан, наполненный вином. Когда красавицу заводили, то она начинала мягко перегибаться в стане, движение свободной руки выражало поиски равновесия, а стакан на острие качался, но не падал и вино не проливалось. Замечательная была в этом паноптикуме и кассирша, заседавшая под афишей заграничного производства и с иностранными надписями между двух ужасающих уродов, из которых один должен был изображать Эдуарда, принца Уэльского, а другой какого-то знаменитого бандита. Эта кассирша была та же самая Юлия пастрана, которую я видел на балаганах в Зверинце. Но, разумеется, то была не настоящая, не знаменитая бородачиха, к тому времени, пожалуй, уже сошедшая в могилу, а какая-то другая молодая особа женского пола, обладавшая окладистой черной бородой. Эта борода служила ей источником заработка и славы. Я был обрадован встретить старую знакомую на новом месте. На сей раз доморощенная Юлия пастрана была в костюме, похожем на тот, что облекал красавицу со шпагой, и восседала она не просто на стуле, а на расшитом золотом бархатном тамбуре, между выдачей билетов занимаясь вышиванием. Неживой жизнью живущая прелестная эквилибристка и, несомненно, живая, даже любезно разговаривавшая Юлия пастрана подготовили меня к тому, чтобы внутри музея получить уже совершенно исключительное впечатление. Но, увы, за таким обещающим предисловием наступило разочарование. Повел нас по музею совершенно пьяный директор, за которым Юлия пастрана послала какого-то мальчишку. Директор понес на ломаном франко-немецком языке чудовищную ерунду. Только два автомата среди сотни других внутри балагана все же произвели на меня известные впечатления. То был лежащий в поеденном молью сертуке со звездой на груди мертвенно-желтый Наполеон и спящая длинноволосая девушка, сильное декольте которой плавно поднималось и опускалось, создавая полную иллюзию натуры. Забавен был еще фокусник, у которого из-под двух стаканов появлялся то один предмет, то другой, а то и ровно ничего, и тогда он отрицательно мотал головой. Совершенно же безобразны и жалки были ряд сцен, как, например, жандармы, накрывающие засевших в кабаке бандитов, или какой-то семейный скандал с битой посудой на полу и со стулом, застрявшим на голове у хозяина дома, и так далее. Наконец, целая зала была посвящена войне, как раз в этом году началась русско-турецкая война, и хозяин музея поспешил представить у себя нечто вполне актуальное. Но даже от моего детского глаза не ускользнуло, что тут был собран старый полуистлевший сброд, к тому же расставленный по четырем стенам в самом диком беспорядке. Вероятно, это были какие-то остатки пластической картины, созданной четверть века назад в годы крымской кампании, причем и создано это было с явным пристрастием к тогдашним нашим врагам, к туркам и французам. Мсье Станислас обратил на это внимание директора и спросил, почему все русские повержены на землю, а турки с оружием в руках, а некоторые на конях имели вид победителей. За турок шли зуавы, благо и их головы покрыты феской. На этот директор пробурчал какую-то грубость, дурное расположение его объяснялось тем, что кроме нас двух в музее никого не было, после чего мы поспешили удалиться. Сидя затем на империале конке, которая медленно плелась по петербургской и по выборгской сторонам, мы делились со Станисласом впечатлениями и оба старались уверить друг друга, что виденное нами все же очень интересно. Увы, одному из нас двух было суждено самому через несколько месяцев после посещения паноптикума стать такой же бездвижной фигурой, как те, которыми мы любовались. Кое-как протянув зиму, мой милый друг скончался от чахотки следующей весной. Сосени Матвей Яковлевич, спасая его от холода, поселил мсье Станисласа в конторе фабрики и поручил ему ведение каких-то книг, но несчастный юноша слабел с каждым днем и вскоре окончательно слег в постель. Последнее наше свидание произошло в этой конторе, в которой временно было оставлено только что полученное из Лондона пианино. Мсье Станислас по случаю моего прихода пожелал встать, но он еле держался на ногах и поминутно должен был ложиться на диван. Наконец, он все же пересилил себя, сел за инструмент, попробовал играть. Пальцы у него были совершенно тонкие, и что меня особенно поразило, прозрачные. Проиграв, не без блеска тактов двадцать какого-то полонеза, он опустил руки и, тяжело дыша, оставался сидеть на стуле, поглядывая на меня с той улыбкой, которая была мне так знакома и в которой мне казалось что-то было вроде мольбы о помощи. Умер он, по рассказам моего зятя, в полном сознании, как святой, приобщившись из рук Патера Францискевича святых тайн. Точно озаренный каким-то светом, он отчетливо произнес несколько раз «Как это прекрасно!» Мне хочется спасти от забвения еще небольшую группу людей, воспоминания о которых во мне нераздельно сплетено с воспоминанием о Кушелевке. А хочется мне это сделать не потому, что эти люди были бы сами по себе замечательны и отличны от миллионов подобных им, а потому, что они являлись в моем представлении как бы частью обстановки Кушелевского парка. Они как бы получили отблеск присущей ему поэзии. Я их и видел только на Кушелевке, в той низенькой дачке, недалеко от нашей, которая стояла точно прячась несколько в стороне. Дворовый фасад этого домика был закрыт кустами бузины и волчьей ягоды, и его было даже трудно разыскать. Парадным же крылечком он выходил в другую сторону, на небольшой собственный сад, окруженный с трех сторон высокими деревьями парка. Такое расположение придавало обиталищу Лудвигов таинственный характер. Из наших, например, окон видна была только красная крыша их дач. С других же сторон вообще ничего не было видно, пока не подходили вплотную к их калитке. За ней открывался весь очаровательный уют домика. Балкон перед дачей был обтянут парусиной с красной каймой, и у столбов балкона и на клумбах сада росли, распространяя дивные ароматы и, горя всеми красками, чудесные цветы. Дорожки были тщательно выполоты и посыпаны красным кирпичом, а кусты Кротегуса, служившие изгородью, так разрослись, что через них не было возможности пробраться. Эту-то дачу с незапамятных времен снимала одна старосветская немецкая семья по фамилии Лудвиг. Папа Лудвиг был седобородый, почтенный старец, служивший в конторе где-то на Невском. Его подруга жизни была маленькой, кругленькой, сморщенной, вечно хлопотавшей старушкой. Прочую семью составляли жившие с ними три сына Костя, Федя и Саша и две дочери Катя и Аня. Папа Лудвиг рано утром уезжал в город на службу в сопровождении старшего сына, которому было уже далеко за тридцать и который был занят в том же деле, как и отец. Длинные темно-русые бакенбарды придавали Косте важный вид, несмотря на то, что он косил на один глаз и частенько бывал пьян. Как сейчас вижу эту пару, шествующую каждый с портфелем под мышкой, в высоких котелках и в темных старомодных сюртуках от ворот парка в направлении к своей даче. Там их ожидали удобные шлафроки и сытный немецкий обед, какая-нибудь бирзуппе и жаркое со сладким компотом. Из двух барышень Катя, неказистая, стареющая дева, была существом необычайной доброты сердечной. Она меня особенно баловала, да и я ее, хотя и мучил всякими прихотями, но по-настоящему любил. Аня же или Нюта считалась в семье хорошенькой, и это наглядно подтверждалось тем, что у нее был жених. Но, к сожалению, жених этот был одной из самых курьезных и безобразных фигур когда-либо мне встречавшихся. Горбатый, с рыжей эспаньолкой, он одевался с претензией на большую фронтоватость, носил яркие галстуки, пестрые жилеты, светло-серые в клетку штаны раструбом, а на его красном носике вечно было надето съезжавшее набок золотое пенсне на длинной цепочке. Свадьба Ани и Виктора должна была состояться лишь тогда, когда положение будущего супруга стало бы вполне обеспеченным, но это не мешало безумно влюбленной парочке ежеминутно лобызаться. Мое присутствие ничуть их не смущало. Напротив, Виктор в перерыве между двумя поцелуями лукаво мне подмигивал, не то извиняясь, не то желая выразить свой восторг. Аня же грозила пальчиком и молила, чтобы я их не выдал. Но это только подстрекало меня, и я самым бессовестным образом тут же спешил к мамаши Лудвик и доносил ей о том, что видел. На это старушка, продолжая свою стряпню, только кивала головой и молвила, пусть их, они же помолвлены. Благоволил я, кроме Кати, и к двум братьям Лудвигам, к длинному белобрысому Феде, готовившемуся стать пастором, и к Саше, которому было всего четырнадцать лет, и с которым я поэтому чувствовал себя как с равным. Федя Лудвиг был очень остроумен и обладал ценным для настоящего смешителя даром. Когда другие покатывались от хохота, он продолжал хранить невозмутимый вид. Надев длинную черную рясу и взяв в руки какую-либо книжку, он иногда принимался нам говорить проповедь, и тут уже наш смех доходил до судорог. Это было довольно странно со стороны человека, предназначавшего себя духовному сану, но эти комические проповеди были совершенно безобидного характера и только подчеркивали все то, что в обязательной осанке и в жестах пастора бывает напыщенного и карикатурного. Увы, ранняя смерть, последовавшая пять лет спустя, не дала Феде Лудвигу проявить себя на том поприще, к которому он готовился. Да признаться, я и не могу себе вообразить, как бы он себя держал на кафедре или на настоящих свадьбах, крестинах или похоронах. Мой тезка Саша Лудвиг помог мне в течение 1878 года забыть об утрате, понесенной весной того же года в лице Мсье Станисласа. Во многом Саша напоминал мне дорогого брата Ишу. Саша был необычайно уютный юноша. Ко всему, за что он брался, он подходил с какой-то внимательной серьезностью. И этим он более всего отличался от балагура Феди, бывшего лет на пять старше его. Глядя на любое из занятий Саши, будь то какая-либо домашняя починка, или же возня с посадкой цветов, или, наконец, приготовление к фамильному празднику, я как-то застывал в наслаждении. До того все у него выходило споро, складно и быстро. В то время он был еще учеником реальной гимназии, но никогда в форме я его не видел, а носил он всегда полотняную, чистенькую, полосатую блузу. Когда же он уходил за покупками на охту, то вместо форменной фуражки напяливал цветную жакейскую шапочку с кузырьком, и тогда он мне казался удивительно хорошеньким. В далеком будущем Саша готовился стать инженером пиротехником. И уже в те годы его приготовление к такой карьере сказывалось в том, что он по печатному руководству изготовлял всякие домашние огневые зрелища, за что я был готов его причислить к сонму магов и волшебников. Часами я слушал его тихим говорком передававшийся рассказ о том, какие фейерверки он видел и какие он мечтает сделать, когда превзойдет свою науку. И все эти рассказы приобретали особенную прелесть благодаря тем опасностям, с которыми связаны занятия с огнем и со взрывчатыми веществами. Раза три в год Саша показывал свое искусство на деле. Покупалась селитра, сера, порох, все это дозировалось на роговых весах, все это замешивалось прелестной роговой ложечкой и набивалось в специальные картонные трубки, которые затем аккуратнейшим образом заклеивались цветными бумажками. Если во время такого производства кто-либо появлялся в комнате с зажженной папиросой, то Саша, не теряя обычного спокойствия, предупреждал об опасности. Мною же овладевала паника, и я бесцеремонно выталкивал неосторожного посетителя с его куревом. А затем по случаю чьих-либо именин устраивались среди кустов садика потешные огни. Листья деревьев озарялись всевозможными красками, причудливые тени скользили неожиданными, иногда смешными силуэтами, знакомые фигуры становились чудовищами, били и шипели огненные фонтаны, вертелись солнца, взлетали римские свечи и ракеты. Превзошел же себя Саша Лудвик устройством морского фейерверка. Его он готовил несколько дней, и для обработки главного сюрприза, даже заперся в своей комнатке, и тогда мне ничего не оставалось, как торчать перед этой дверью и через нее задавать Саше разные докучливые вопросы. Впрочем, я сносил эту разлуку с Сашей мужественно, так как верил, что буду вполне вознагражден за свое терпение. И действительно, я был вознагражден. В назначенный день Саша вышел из комнаты с прекрасным трехмачтовым корабликом в руках. И весь этот фрегат был убран как елка крошечными пиротехническими препаратами, а вдоль бортов корабля торчали маленькие медные пушки. Настоящий корабль из страны лилипутов. Оставалось ждать вечера и прибытия гостей. Когда же все собрались, в том числе и явившиеся за мной Бонна, Шуренька, пора спать, то корабль был осторожно положен на воду канала, протекавшего у сада Лудвигов, и с берега зажжена пороховая нитка, известная мне уже по балам, ибо не иначе, как посредством пороховой нитки зажигались свечи в люстре и в бра. Все сошло было на славу. Нитка подожгла другие такие же нитки, коими были уснащены мачты, и вдруг весь корабль осветился на разные лады бенгальскими огнями, а его пушки одна за другой стали палить. Только видно, одна из них была заряжена слишком сильным зарядом. Раздался оглушительный взрыв, кораблик покачнулся и стал тонуть. Насилу вытащили. После того, в продолжении многих дней обсуждались причины катастрофы. Саша был сконфужен, но его утешали, уверяя, что так получилось еще интереснее, ибо произошел совсем такой взрыв, как тот, что в те дни погубил турецкий монитор на Дунае. Этот взрыв турецкого монитора был представлен в большом виде и на пруду парка, так как в тот год при славянском заводе образован был увеселительный сад под названием Тивули, и там происходили гуляния. Мы с противоположного берега пруда целых два часа ждали, как взорвется то сколоченное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но в конце концов было объявлено, что фейерверк отсырел и отложен. Пришлось несолоно хлебавши плестись по черному парку домой. С Сашей же и с Катей совершались обыкновенно наши прогулки по каналам в лодочке, принадлежавшей Лудвигам и прицепленной у пристани близ их дач. К сожалению, в позднейшие годы вода в Кушелевских каналах благодаря каким-то непорядкам при спуске ее в Неву сильно обмелела, и эти путешествия сопровождались всякими мучениями. Иногда даже лодка застревала совершенно, и тогда приходилось вылезать на берег и тащить ее на бечевки. Однако в блаженном 1878 году воды в каналах было еще достаточно, пруды были свободны от водорослей, и грибцы могли то развивать предельную скорость, то оставлять свое судно скользить по инерции. Знакомый во всех подробностях парк с его затеями, видимый таким образом снизу и как бы из-под земли, казался новым. Лишь то, что стояло у самого берега, виднелось сполна, все же остальное как бы пряталось и украдкой выглядывало из засады. Вдруг на повороте начинали билете расти колонны ротонды, казавшиеся снизу еще более величественной. Или после очень узкого места с листвой нависавшей над водой открывался вид на широкий пруд с двумя его павильонами и мраморным между ними спуском. Так как эти павильоны стояли на территории славянского завода и к ним не разрешалось причаливать, то они казались особенно заманчивыми. С этими прогулками по каналам Кушелевки у меня связано воспоминание об одном приключении слегка романтического оттенка. В лето 1878 года Кушелевский дворец был предоставлен в качестве летней резиденции какому-то институту. Если мы в своей лодочке оказывались у моста, через который шла главная аллея от дворца в часы рекреации или под вечер по окончании занятий, то на мосту и вблизи по берегам мы заставали нескольких прелестных институточек, прелестных уже потому, что все они были одеты в те грациозные старомодные платья с открытым воротом и с голыми руками, в которые казенных затворниц одели еще при Николае Павловиче. Цвет этого форменного костюма был светло-синий, и поверх него надевался белый передник, а иногда белая пелеринка. Уже издалека синие фигурки виднелись на львином мосту. Одни стояли, опершись о перила или облокотившись на чугунных львов, другие гуляли по мосту, а еще некоторые, все парами, сидели на траве по откосам берега. Вот они завидели нашу лодочку, гуляющие остановились, те, что сидели на траве, вскочили и побежали на мост, и все сплоченные нарастающей группой нас встречают, но встречают в молчании, лишь весело улыбаясь и делая робкие жесты приветствия. На момент, когда мы подплываем под мост, эта прелестная картина исчезает, но тотчас же в новой группировке она снова предстает перед нами с обратной стороны. Опять улыбки, на сей раз грустные, и жесты, выражающие печаль. Через час мы плыли обратно. Если в это время институтки были еще у моста, то вся эта сцена возобновлялась. Через несколько таких встреч обе стороны стали смелее. Сидящие в лодке стали произносить фразы вроде «Какая чудная погода?» или задавать вопросы «Не желаете ли прокатиться?» «Завтра будете здесь?» и так далее. На это следовали еле слышные ответы. Если с нами были сестры Саши, то институтки решали с ними перемолвиться и другими фразами, и в этих случаях лодка наша застревала на несколько минут. Эту-то прелестную идиллию, чуть ли не каждодневно повторявшуюся, мы сами по собственной вине нарушили. Вздумали мы с Сашей поднести нашим тайным знакомкам букет. И для этого букета были опустошены, несмотря на робкие протесты мама Лудвик, многие клумбы и гряды ее сада. Подъезжая с этим ворохом цветов к мосту, и я, и Саша были до нельзя возбуждены, точно спешили на какое-то запретное свидание. О любовных свиданиях я понаслышке уже имел некоторое представление и очень даже этим интересовался. Оказавшись же у самого моста, я, улучив момент, когда лодочка остановилась, с неожиданным для себя проворством выскочил с букетом на берег и стал карабкаться вверх. Взобравшись же к львам, красный как рак, и, не имея от смущения, я положил наш дар к башмачкам голубеньких красавиц. Девиц так тронул рыцарский поступок мальчишки, что они гурьбой набросились на меня и стали тискать, теребить, и, притом, забыв всякую осторожность, они громко защебетали. Другие, постарше и похитрее, воспользовались этим моментом, чтобы вступить в диалог с Сашей, который, встав в лодке и, зацепившись багром за мост, подавал каждый руку. В этих занятиях и в этом шуме мы и прозевали сигналы тех девиц, которые, исполняя роль передовых часовых, следили за тем, не идет ли из дворца классная наставница. Внезапно веселые разговоры замерли, лица вытянулись, а когда я обернулся, то увидал одетую во все коричневое фигуру пожилой и очень строгой дамы. От ужаса я прилип к земле и не знал, что мне делать. Дама же, не проронив ни слова, взяла меня за руку и отвела к берегу, по которому я, до слез посрамленной, сполз к лодке. Отъезжая от моста, мы еще видели, как к первой классной даме подошли еще две, как они долго разглядывали букет, ища, вероятно, какую-нибудь записочку, дамы. А затем они, преисполненные достоинства, удалились со всей гурьбой воспитанниц в сторону дворца. И с тех пор институточкам было запрещено доходить до рокового места, и мы их уже не видали. В следующее же лето дворец под институт не сдавался, самый же мост был разрушен после того, как вся часть парка за ним была приобретена моим зятем. Одной из самых замечательных достопримечательностей Кушелевки был тот вид, что открывался на Неву. Но вид этот был загорожен высоким глухим забором, и потому папа решил пристроить к забору рот балкона, откуда, оказавшись на высоте четырех аршин от земли, можно было свободно любоваться широкой панорамой. Пребывание на этом бельведере было столь же заманчивым, как и плавание по каналам, и мне случалось на нем проводить целые дни одному или в обществе мамы Бонны, а в 1878 году и той девочке Варе, о которой речь впереди. Так что то, что творилось на бельведере, было видно от самой нашей дачи. Пока я находился на нем, ближайшего присмотра за мной не требовалось. Когда мне надоедало глядеть на простор Невы или на то, что творилось под ногами на мощенной набережной улице, то я обращался к принесенной с собой книжке или рисовал всякую приходившую в голову чепуху. Любил этот бельведер и брат Миша, готовившийся тогда стать моряком и гостивший иногда на кушелевке вместе со своими товарищами, долговязым бароном Клюпфелем и болезненно близоруким Виноградовым. Последний был еще замечателен тем, что несмотря на 17 лет обладал густой черной бородой. Все трое считали себя настоящими морскими волками, а так как в традиции морских волков входит и пьянство, то эти милые благовоспитанные юноши, выпив за завтраком втроем бутылки две пива, изображали затем из себя совершенно охмелевших людей. Они горланили песни вроде «Друзья подагры изнуренной» и этим обращали на себя внимание прохожих. Они же грызли как истые матросы семечки, сплевывая шелуху на улицу. Я не узнавал нашего скромного Мишу и в то же время потешался безгранично. Впрочем, юноши не всегда безобразничали на бельведере, а иногда они забирали с собой туда охапку учебников, зубрили по ним и производили друг другу пробные экзамены. Кажется, все трое тогда провалились на приемном испытании в морском училище и не мудрено, так как все трое не отличались особым прилежанием. Год же спустя они были приняты во флот, а в 1880 году наш Мишенька и Виноградов отбыли на клипере пластун в кругосветное плавание, о чем я уже рассказал. Центром той панорамы, которая развертывалась с нашей призаборной вышки, служил Смольный монастырь, стоявший на берегу Невы, насупротив нас. Это одно из самых прекрасных и поэтичных сооружений на всем пространстве государства российского. Гордо и благолепно подымается над всем прочим колоссальная масса главного пятиглавого собора, и точно диаконы, совершающие торжественную литургию, обступают в значительном от собора расстоянии четыре совершенно одинаковые церкви. Вокруг же всего этого божьего селения тянется высокая стена, прерывающаяся в известном ритме разнородными затейливыми башенками. Все вместе производит во всякое время и в любую погоду сказочное впечатление. Но сказочность эта приобретает особенно волнующий характер, когда в ясные летние вечера все эти здания начинают таять в алых лучах заходящего солнца, а многочисленные их купола и шпили загораются золотом крестов и теми лепными гирляндами, коими убрала голубые луковицы церквей, роскошная фантазия Растрелли. Мне кажется, именно на Смольном я понял прелесть архитектуры в пейзаже, и еще не осознав своей какой-то связи с прошлым Петербурга уже напитывался, глядя на эту единственную картину ее дивной красотой. Если перевести взор от Смольного влево, то открывался вид на большую охту с ее церковью, вокруг которой толпились деревянные домишки с их зелеными и красными крышами, дальше зияли чернотой отверстия старинных верфей для постройки судов, а из-за загиба Невы мерещились в затуманенной дали башни Александра Невской Лавры и очень оригинальная церковь, построенная в русском стиле приятелем отца архитектором Щуруповым. Если же обратить взор вправо, то на противоположном берегу, вслед за заборами и амбарами дровяных складов Громовской биржи, виднелся Таврический дворец с его плоским куполом, а рядом темно-красным силуэтом возвышалась недавно построенная водонапорная башня. Совсем вдали сиял золотом сферический купол Исаакия, и высилась масса разных колоколен. Папа любил мне все эти здания называть, и, штудируя Петербург с Кушаревского Бельведера, я выучился названием многих его достопримечательностей и запомнил их типичные очертания. Все это было неподвижное, далекое, каменное, ближе же к нам, и во всю ширину панорамы лежала пребывавшая в непрестанном движении река. Лишь очень редко, в моменты полного безветрия наступало затишье, и тогда в водах Невы отражались здания противоположного берега. Но даже в такие дни голубая гладь то и дело нарушалась кипевшей на ней жизнью. То, дымя трубой, плыл черный переполненный до отказа шлиссельбургский пароход, то суетливо несся крошечный пароходик финляндского общества, то буксир тащил за собой вереницу барок, кроме того, сотни цветисто раскрашенных яликов беспрерывно сновали во всех направлениях или же уплывали далеко вверх по реке большие рыбацкие лодки, закидывавшие не вода. Движение по набережной улице вдоль забора Кушалевки было в обыкновенные дни, не бог весть каким интересным, и уже во всяком случае не отличалось нарядностью. Слишком сказывалась близость рабочего пригорода. Редко-редко проедет какой-либо собственный экипаж, принадлежащий иностранцу-фабриканту, или одному из помещиков-дачников, имевших свои усадьбы дальше за Охтой. Обыкновенно же мимо нас тянулись бесконечные вереницы вазов с разными товарами, или просто крестьянские телеги, отправлявшиеся из деревень в Петербург и обратно. Пеший люд состоял из всякого рода мастеровых и рабочих, да еще из охтинских молошниц, которые шли по утрам целыми взводами с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные кружки с молоком и с корзинами масла и творога за спиной. То были или подлинные чухонки, или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить большее доверие покупателей, ведь особенно славилось именно чухонское масло. Ливки, метана, ворок, яйца вежие, звонко выкликаемые чухонками, вызывали представление о чем-то чрезвычайно доброкачественным и заманчивым. Нередко обыденное шествие нарушалось каким-либо скандалом, и я должен покаяться, что как раз до такого зрелища, сидя в абсолютной недосягаемости и в полной безопасности, я был большой охотник. Бывало даже обидно, когда начавшаяся потеха какой-либо драки или озлобленной перебранки слишком скоро прекращалась благодаря прибытию городового или дворника. Оба они непрерывно дежурили у наших ворот. Эти блюстители порядка составляли род клуба. Членами его, кроме того, были и разные полупочтенные соседи, между прочим, хозяин той лавочки ларька, которая помещалась у спуска к Тоне, как раз насупротив ворот парка. Этот лавочник всячески занимал мое воображение. Во-первых, меня пленяли те коробья и банки с лакомствами, что стояли рядами у него на полочках, и до которых я, балованный господский мальчик, был все же большой охотник. То были черные сладкие бобы стручки, мятные и другие пряники, орехи, паточные леденцы. Во-вторых, меня интриговало то, что по окончании торгового дня хозяин ларька не уходил куда-то домой на ночлег. Дом-то у него, вероятно, и не было, а укладывался калачиком, как собака в кунуру, в нижний ящик своей незатейливой лавочки. Городовой дворник уже потому благоволили к этому тихому и смиренному мужику, что он не скупился на угощение. В жаркие дни можно было любоваться, как то и дело он подчевал своих друзей квасом, кислыми щами или даже бутылочкой ланинской фруктовой воды, которая, несмотря на всякие наветы людей, недоверчиво относящихся к национальной промышленности, была все же очень вкусная и действительно напоминала то грушу, то ананас, то малину или смородину. Но был день к концу лета, когда наша набережная приобретала совершенно особенный характер. И вот в этот день, сидя на своем бельведере в обществе всех наших домашних, я себя чувствовал как царь на параде. Этим днем было 15 августа, иначе говоря, праздник Успения Богородицы, ознаменованный грандиозным крестным ходом, обходившим всю Охту и часть Выборгской стороны. С самого утра чувствовалось на нашей набережной приподнятое настроение. Толпы по праздничному разодетых мужчин, женщин и детей, рабочих, мастеровых, рыбаков, матросов, солдат, мелких чиновников, купцов и купчих спешили все в одном направлении из города. Кто на Охту, а кто и еще дальше на Пороховые. Часам к 11 трезвон колоколов усиливался, и в то же время его начинал заглушать гул приближающегося людского потока. И вот из-за поворота главной Охтинской улицы показывался самый крестный ход. Я ждал этот момент со смешанным чувством. В него входил и праздничный подъем, но в него входило и подобие некоторого ужаса. Почему-то медленное продвижение процессии под заунывное пение священнослужителей, певчих и толпы вызывало ощущение чего-то грозного, чего-то даже для меня лично опасного. Не будучи православным, относясь по неведению к православию с некоторым предубеждением, в чем меня укрепляли мои бонны, не иначе, как с оттенком презрения, говорившие про русскую церковь. Я не испытывал чувства благоговения, а вместо него возникал странный, щемящий ужас. Мне начинало казаться, что эти приближающиеся, колыхающиеся, склоняющиеся и снова выпрямляющиеся хоругви ведут рот грозного наступления, что вот-вот они надвинутся на меня и мне тогда не сдобровать. Однако в момент, когда крестное шествие было уже под самым нашим балконом, страх исчезал, священные знамена, не причинив вреда, медленно проплывали мимо, и в ту же минуту внимание всех стоявших на бельведере было поглощено чем-то совершенно уже необычайным. Многие набожные люди норовили пройти или даже проползти по земле под громадную, блиставшую золотом и драгоценными каменьями икону Божьей Матери, несомую на плечах обливающимися потом и явно изнемогающими под ношей богомольцами. И тут же происходили иногда сцены совершенно средневекового характера. В толпе раздавался вопль, и к иконе проталкивались дюжие мужики, таща за собою бьющуюся в корчах и неистово визжащую женщину крикушу. Несмотря на сопротивление, ее валили на мостовую и держали распластанные в опрахе, дабы икона, проносимая над ней, могла оказать свое чудотворное действие. И действительно, бесноватая вставала затем успокоенная, без чужой помощи, а все вокруг, да и наши прислуги на Бельведере, пораженные явным чудом, усиленно крестились. По пути следования крестного хода такие сцены повторялись несколько раз. Раза два-три в моем рассказе я уже упоминал о Тоне, то есть о том примитивном рыболовном предприятии, которое находилось в непосредственном соседстве с Кушалевским парком. Эта Тоне была столь любопытной достопримечательностью тех мест, а в моей памяти она занимает до сих пор такое значительное место, что я должен о ней рассказать подробнее. До Тони было от нас всего несколько шагов. Стоило выйти за ворот парка, перейти набережную улицу и спуститься по деревянной лесенке с довольно крутого берега, как человек уже оказывался на пропахшем рыбой по мосте Тони. Когда в воскресные дни к нам или к Эдвардсам приезжали гости, то полагалось часа за три до обеда всем отправляться на Тоню, и тогда Матвей Яковлевич, питавший настоящую страсть ко всякого рода азартным играм, заказывал Тоню в надежде сделать чудесный улов. Иной раз в сетях оказывались и сеги, и судаки, не считая всяких ершея, куней, корюшки и салакушки, а в особо счастливые дни попадались и лососи. Но бывало, и это случалось чаще, что Невод возвращался пустым или с одной только мелочью, и тогда Матвей Яковлевич терял свои три рубля и уходил с берега благодушно раздосадованный, причем мама, хитренько улыбаясь, говорила ему, я это знала, вот почему и приняла меры, утром еще купила чудесную рыбу к обеду. Для нас, детей, долгое ожидание возвращения Невода было томительным, и мы предпочитали этот час заполнять тем, что, сойдя с плота на береговой песок, немилосердно моча свои сапожки и новые костюмчики, входили по колено в воду, набирая в ведерки всяких колюшек и другой крошечной рыбешки. Бывало, идущие посередине реки пароход всколыхнет воду, и волны, докатясь до берега, обдадут нас с ног до головы. При этом девочки неистово визжали и поднимали свои юбочки. Но вода у берега была нагретая, и никаких простуд вследствие этих рыболовных авантюр мы не испытывали. Кроме рыбок можно было собирать на берегу и мелкие ракушки, а то и красноватую сосновую кору, из которой папа умел вырезать прелестные лодочки и кораблики. Особенным счастьем почиталось найти на берегу корабельный блок или какую-нибудь длинную жертв. Занятно было вдоль берега добраться до гранитной пристани перед Безбородкинским дворцом и поглядеть, как рыбаки, не участвовавшие в тоне, варят на костре уху, которую они тут же хлебали, чинно усевшись кружком и черпая деревянными ложками из общего котла. Вот рыбаки, вертящие ворот потные с коротким гиканьем, наматывают последние круги тянущего улов каната, и потому, что это делается с усилием, ясно, что сети отяжелели от попавшей в них рыбы. Матвей Яковлевич сияет, а у других на лицах написано самое напряженное внимание, точно решается чья-то судьба. На воде появляются поплавки, поддерживающие сети, рыбаки схватывают концы невода и с трудом втаскивают содержимое на помост. Мату не приходится повторять то, что за последний час он твердил своей тещи. Увидите, мама, вы увидите. И все мы видим чудо чудесное в сетях, изгибаясь и хлопая хвостом, бьется двадцати фунтовая лососка. Все копошащееся, сверкающее серебром население и сам царь этого обреченного народа вывалены на дощатый пол, и в течение нескольких минут идет разборка и укладка одних сортов в жбаны с водой и умерщвления других. Но Матвей Яковлевич получил свою добычу. Он собственноручно ее прикончил камнем по голове и, держа ее за жабры, роется другой рукой в кармане жилета, где у него лежит серебряная монета. Еще раз потешил он свою душу очень удавшейся Тоней, а к тому же получил такой гостиниц к столу, каких мы давно не видывали. Рыба будет сварена, снесена в погреб на лед, и к обеду она поспеет, пахнущая свежестью, обложенная цветным гарниром с петрушкой и укропом в разинутой пасте, в качестве главного лакомого блюда праздничного пира. Не могу не упомянуть еще об одном случае, в котором мату досталась роль главного действующего лица, и который взволновал нашу тогдашнюю колонию. Это была большая драматическая сцена во вкусе тех, что теперь часто видишь на экране. В воскресенье, несмотря на запрет, в парк проникало через разные лазейки немало постороннего люда. И вот однажды где-то в кустах фабричный парень выхватил у гулявшей девицы кошелек и пустился бежать к выходу. На вопле ограбленной подняли тревогу, и несколько человек погнались за вором, в свою очередь оглашая воздух криками «Держи, лови!» Все это разбудило в Матвея Яковлевича его спортивно-рыцарские «Искани английские чувства», и хоть в это время он был занят игрой в бочи, он бросил игру и тоже помчался за вором. Но тогда, как другие преследователи и сам воришка бежали без всякого искусства, Матт сразу показал, что он знает, как это надо делать, и сразу стало ясно, что победа останется за ним. Громадная его фигура не выражала ни малейшей поспешности, ноги сгибались и отпихивались методично. Казалось даже, что он недостаточно скоро бежит, и однако расстояние между вором и им все сокращалось и сокращалось. Бежал Матвей Яковлевич восхитительно, ровным шагом и до странности при своем росте и тяжелом сложении легко. Когда же он оказался в полуоршине от вора, то его рука протянулась к бежавшему и легла ему на плечо, точно он захотел подружески его похлопать. Но вор под этой могучей дланью только ахнул и осел. Мат, вздернув его вверх, как перышко, понес, держа за шиворот свою жертву, не дать не взять, как лосось. Тут же, подбежавшие с набережной городовой и дворник, схватили жулик под мышки и потащили в участок. Не всегда Нева была такой, какой она была в дни чудесных уловов, сверкающие, отливающие голубоватым атласом, ровно и торжественно несущие свои ясные воды в сторону моря. Бывали дни, когда мы ее видывали хмурой, темно-серой, ощетинившейся под порывами ветра, покрытой барашками. И, пожалуй, такой мне она нравилась еще более. В такие тревожные дни получались иногда к вечеру самые удивительные эффекты, особенно если солнце перед тем, как скрыться за горизонт, прорежет заволакивавшие тучи и вдруг обдаст все ярко оранжевым светом. Краски становились резкими и все в целом приобретало какой-то патетический характер. Охтинские постройки и Смольной горели как жар на фоне темных свинцовых туч, а Нева очернела глубокой синевой. В такие-то особенно заманчивые для художника вечера Альбер мчался на свое излюбленное место у Тони и с лихорадочной поспешностью, едва усевшись на треножник, наносил все на бумагу. Обыкновенно спокойный во время работы. Он в такие дни обнаруживал чрезвычайное волнение. Нельзя же было сплоховать там, где сама природа на кратчайший момент давала ему такие исключительные, такие возбуждающие темы. В один из таких бурных дней я чуть не погиб вместе с братом Михаилом. Способов добраться из города на Кушелевку было несколько. простейшей на извозчике. Но это было дорого, а у нас в почете была экономия. Два же других способа заключались в пользовании конкой. К сожалению, та конка, что подходила к самому Кушелевскому парку, тащилась с удручающей медлительностью. Так что на сравнительно короткий путь от финляндского вокзала до нас уходил целый час, час, во время которого приходилось дышать смроднейшим воздухом, терпеть раздражающие дребезжания стекол и душераздирающий лязг колес. Приходилось и застревать по десяти и по пятнадцати минут на разъездах. Другая же конка, отходившая от Михайловской площади, доезжала всего только до Смольного, и оттуда приходилось переправляться через Неву на Ялике. Последний путь был уже потому приятнее, что новые, только что из Германии полученные вагоны, на этом маршруте были чистенькие и даже отличались известным изяществом. Так над каждым окном было вставлено поживописные картинки, и разглядывание этих пейзажиков и натюрмортиков развлекало меня во время пути, длившегося около получаса. Если же я ехал с папой, то мы взбирались с ним на империал, и тут открывались довольно интересные виды. Особенно я любил переезд через фонтанку с видом на инженерный замок, а также проезд мимо церкви Святого Симеония и тот вид, который открывался на готическую евангелическую больницу и на возвышавшуюся над прудом круглую греческую церковь. А затем было так занятно очутиться под стеной Смольного монастыря, миновать его курьезные башенки и за последним поворотом увидать Неву. В тот день, чуть было не ставший для нас роковым, мы с Мишей, которому я был поручен мамой, доехали до монастыря благополучно, но на сей раз, завернув за монастырскую стену, мы увидали перед собой картину совершенно неожиданную и до чрезвычайности грозную. Вода, буру сизая, взбаламученная, косматая, вся в белых гребнях, металась как в горячке. Даже тяжеловесные барки с дровами, стоявшие тремя рядами у берегов, покачивались и ударялись друг о друга, а ялики у пристани прыгали в какой-то дикой пляске. То была настоящая буря, силы которой мы не чувствовали, пока ехали городскими улицами. Никто из перевозчиков не соглашался переправить нас в такую погоду, но Миша счел, что ему, как моряку и будущему воину, не подобает сдаваться даже перед стихией, и когда его словесные убеждения не помогли, то он вынул из кошелька зеленую трешку. При виде такого богатства один молодой парень все же согласился доставить нас на охту. Не успел я опомниться, как братец мой, схватив меня в охапку, прыгнул в качающийся ялик, и мы отчалили. Пока мы плыли в переулке между барками и под их защитой, опасность, которой мы себя подвергали, не была вполне ощущаемой. Но не успели мы выехать за последнюю барку, как нашу лодку сразу подбросило так, что дух захватило, и весь ужас положения предстал перед нами. От дальнейшего я запомнил только то, что фигура сидевшего перед нами лодочника то взлетала высоко, то, когда мы скатывались с гребня волны, оказывалась под нами. Яростные массы разбивались о нос и окатывали нас, как из ушата. Миша, взявший ковш, спешно выкачивал воду из лодки. Я же сидел ни жив, ни мертв, судорожно вцепившись в борт и в скамью. Шапка у яличника слетела, лицо его выражало ужас. Величайшего напряжения стоило ему пересекать под прямым углом каждую надвигавшуюся волну, тогда как боковой удар неминуемо должен был опрокинуть наш утлый челн. Лодку крутило и бросало. Наконец, ослабевший яличник взмолился, чтобы Миша взял одно из двух весел и сел перед ним. Не понимаю, как во время этой пересадки нас не опрокинуло? Но, видно, у Миши было настоящее призвание к морскому делу, да и к тому же он обладал редкой силой и большим хладнокровием. Сразу с момента, когда он взялся за весла, продвижение ялика стало более заметным, и, наконец, через четверть часа или двадцать минут мы снова оказались в противоположном коридоре между дровяными барками и были спасены. Миша, отличавшийся вообще абсолютной правдивостью и никогда не лгавший, потребовал, однако, на сей раз, чтобы я помог ему скрыть от мамы нашу авантюру. Мы и явились на дачу, хотя и промокшие, но с видом, как ни в чем не бывало, уверяя, что это дождь промочил нас по дороге. Полным контрастом к этой бурно-романтической сцене является в моей памяти другой переезд, тоже через Неву, но в обратном направлении, то есть с Охты к Смольному. На сей раз я в Ялике сидел с отцом и происходило это в конце последнего из наших кушелевских пребываний осенью 1882 года. Дожили мы тогда на даче до начала сентября. Стояла отменная погода и было так тепло, что даже вечерний чай подавали все еще на балконе, причем зажигались свечи, защищенные особыми стеклянными колпаками. Но как не прекрасна была погода, а все же каникулы кончались, и мне надлежало возвращаться в гимназию, а раз Шуреньку нужно было водворять в городскую жизнь, то как же было оставаться на даче его родителям? Приехали телеги, застучали своими сапогами перевозчики, и от них по опустелым комнатам пошел тот крепкий дух, смесь пота и дегтя, который считается отменно русским. Ящики, корзины, стулья, столы, комоды, все это, постояв еще немного на дорожке сада у колес вазов, стало погружаться на них с удивительной сноровкой. Мамочка, Ольга Ивановна и кухарка были ужасно озабочены, считали, что все не так кладется, что в одном из ящиков что-то внутри звякнуло, что поцарапали крышку рояля, что вот-вот отломаются ножки у двух кресел, но Степанидушка не скрывала своей радости, ибо кончалась ее разлука с другом ее сердца дворником Василием. Наконец, первый воз с кухаркой, восседавшей на поперек поставленном на воз диване, тронулся, а за ним гуськом потащились другие, и весь караван исчез за воротами. Попрощались и мы с Эдвардсами, посидели все по неизменному обычаю на подоконниках, стулья уже уехали, перекрестились, промолвили в добрый час и пошли к заказанному экипажу. Но тут папа, у которого иногда бывали такие фантазии, вдруг предложил отправить с мамою мою гувернантку Фрейлейн Штрам, Степаниду и Ольгу, нам же двоим, мне и ему, ехать отдельно кружным путем через Неву, а от Смольного до дому на извозчике. Мамочка попробовала протестовать, зачем это осложнение. Ведь всем было бы место в Лондо, но, видя, что и мне уже очень захотелось последовать папиной причуде, она сдалась, и мы расстались. Карета застучала по мостовой в сторону Петербурга, а мы с папой уже шествуем к мосту, отделяющему кушалевку от Охты, а там и по улицам пригорода до дальнего перевоза, который находился против самой Охтинской колокольни. Идя по корявому, убогому, низенькому посаду, папа рассказывает все, что тут происходило в дни его детства, как именно здесь на лед выходили Охты и пески на кулачные бои, какие богатейшие купцы жевали в этих самых разваливающихся деревянных домиках, из которых иные были выкрашены в два цвета, дабы ясно было, кому после раздела наследства досталась та или другая половина. Но всего больше меня поразил рассказ о том, как тут на Малой Охте спускались в дни Александра Первого корабли. И, вероятно, именно это воспоминание побудило папу предложить Ялечнику, вместо того, чтобы прямо пересечь Неву, взять немного вверх по течению, дабы под самыми этими древними, все еще стоявшими верфями и проехать. Уже сильно темнело, тишина стояла невозмутимая, полные воды реки текли плавно. Смольный монастырь потух и стоял прозрачной блеклой массой на зеленеющем небе. В осеннем лиловатом полусумраке громады тех двух сараев-доков, из которых когда-то при трубных звуках и пушечной пальбе выкатывали и бухались на воду широкобокие корветы и фрегаты с их позлощенными кормами казались еще огромнее. Но дни их торжества миновали давным-давно, а сами они, обреченные на слом, лишь чудом продолжали доживать свой век. Черной пустотой зияли их непомерные внутренности, крыши их были испещрены дырами, покосились и повисли, но ряды колонн и другие части архитектурного убранства фасада на Неву все еще свидетельствовали, что зодчие александровских времен знавали толк в величественных формах архитектуры и по-прежнему все еще царил над всем исполин Посейдон, резанный самим Мартосом из казанского дуба, так удобно примастившееся как раз в промежутке между двух крытых скатов верфей. Незабываемое впечатление. Видя мое восхищение, папа попросил лодочника подплыть еще ближе, почти к самому дощатому спуску, шедшему от этих гигантских зал в воду. Снизу в ракурсе бог морей с разметанной ветром бородой с дланью протянутой над стихией казался, несмотря на поломанный трезубец, особенно грозным. В ветхих зданиях что-то потрескивало, что-то с глухим стуком обваливалось. А на противоположном берегу засветились огни газовых фонарей, и где-то в монастыре или в Александр-Невской лавре колокола звонили к вечерне. С 1882 года родители уже не живали на Кушалевке. Но все же мы там бывали нередко то всей семьей, то я с мамой, а то я один. Не раз и даже зимой мне случалось ночевать и гостить у сестры Камиши в течение нескольких дней. Притягательной силой являлось самое приволье, царившее на Кушалевке, и разнообразие тех прогулок, которые мы могли делать по парку и в его окрестностях. Кроме того, на Кушалевке я имел целых две группы товарищей по играм, своих племянников и племянниц Эдвардсов и Лансерре. Что Эдвардсы жили на Кушалевке, было вполне понятно. Матвею Яковлевичу было необходимо находиться в непосредственной близости от своей фабрики. Но на Кушалевку переселился из соображений здоровья и мой другой зять, Евгений Александрович Лансерре. Для него и была перестроена та самая дача, в которой раньше помещалась ночлежка рабочих, а в Мезонине прожил свое последнее летом сье Станислас. У Эдвардсов в товарищи игр мне годились Джомми и Эля, у Лансерре Женя и Коля. Маленькие Эдвардсы были скорее дикие, ибо росли почти без присмотра. Тихенькие же и несколько хрупкие Лансерята были предметом непрестанной заботливости со стороны своих родителей и со стороны Бонн. Однако, как те, так и другие подпадали под мое влияние, вернее, поступали в мое распоряжение, и становились совершенно другими. Каждому я давал подходящую роль, втягивал и тихих, и шумливых в одну какую-либо игру, вроде казаков-разбойников, или палочки, воровочки. С Эдвардсами и не требовалось непременно оставаться дома или при доме. Я уводил их далеко в парк, катался с ними часами на лодке, бродил с ними по всей фабрике. К тому же у маленьких Эдвардсов была целая банда товарищей и товарок, детей соседних фабрикантов, а то и рабочих. В такой компанией игры и прогулки естественно принимали буйный разгульный стиль. Совершались экспедиции к наиболее запущенным дебрям парка, а главные прогулки в лодке приобретали зачастую очень рискованный характер. Совершенно даже удивительно, как мы так и не оказались на вязком дне прудов. Творилось и немало безобразий, ломки всяких вещей, происходили охоты на кошек, которых я однако обожал, искали птичьи гнезда, дразнили собак, индюков и гусей. Но сколько во всем этом было упоительного возбуждения, какими красными и потными, с какими волчьими аппетитами мы возвращались, заслышав свисток фабрики или колокол дачи, звавшие к завтраку или к обеду. Я тогда пристрастился к английским специальностям вкусного камишенькиного стола, а на семейных обедах на Кушалевке наедался до отвала так, что еле мог встать из-за стола. Все было не только вкусно, но как-то по-особенному сочно. Таких розбифов, таких индейок и гусей, таких паштетов я никогда уже с тех пор не едал. Многое, что происходило в моей жизни, я считаю за особенное счастье, за настоящую привилегию судьбы. И вот среди этих привилегий я должен одно из первых мест уделить тому, что, не покидая родного города, благодаря Эдвардсам я не только познакомился с бытом доброй, старой Англии, но и лично как-то приобщился к нему. Кушалевка в той части, которая была подвластна Матвею Яковлевичу на том большом отрезе парка, на котором стояла фабрика и его личная усадьба, являлась подлинным куском Англии, чудом перенесенным на русскую территорию. Говорю же я, что должен быть благодарен такому дару судьбы, ибо ничего не знаю более привлекательного, более уютно-семейного, нежели именно этот милый Диккенсовский быт. И то, что рыжий Матвей Яковлевич, являвший всем своим обликом характерный тип исконного бритта, что этот чистокровный кельт был женат на русской итальянке или русской француженке, нисколько не портило сути дела, ибо Камиша быстро сроднилась с жизненными идеалами своего супруга и сама превратилась в настоящую англичанку. Но не в чопорную педантичную хранительницу приличий, а именно в ту образцовую деревенскую хозяйку, каких немало встречается и в английских романах, и в английской действительности. О нет, чопорности в домашнем быту на Кушалевке не было, царила скорее полная непринужденность, но при этом какое беспредельное сердечное гостеприимство, как широко и просто текла жизнь в семье Мата и Камиш. Стоило зимним вечером въехать с Полюстровского шоссе в широко раскрытые деревянные ворота и увидать двухэтажный их дом со всеми освещенными окнами, чтобы почувствовать себя в очаровательном, совершенно особенном и ни на что другое в Петербурге непохожем царстве. Благодаря обилию смолы, требовавшейся для канатов, даже пахло здесь совсем по-особенному не только на фабрике, но и в комнатах, и во дворе. Этот запах был специфически морским, мореходным, а, следовательно, английским. Самая фабрика Матвея Яковлевича носила на себе типично английский отпечаток. Она, правда, вовсе не походила на огромные казарменного вида дома с высокими дымящимися трубами, с настоящим адом шумных машин. Это была расползшаяся во все стороны, низенькая, всюду в один этаж, постройка, точнее, целый городок деревянных построек. Дымила она мало, и стоило войти в ее пределы, как вас обдавал тот же запах смолы, смешанный с своеобразным запахом пакли и веревок. Фабрика Нева шумела, но шумела мягко, простодушно, с частыми передышками. Рабочие не исчислялись тысячами, и едва ли общее число их переходило за сотню, считая при этом и женщин, и малолетних. Словом, это была скорее очень домашняя и вовсе не страшная фабрика, а рабочие на ней отнюдь не являли вида забитых и озлобленных от изнурительного труда рабов. Жаль было только тех трех или четырех баб, которые целыми днями ходили в вертящихся деревянных колесах, наматывавших нити, но даже они проделывали эту работу с бодрым видом. Нередко для забавы и я входил в эти колеса и принимался в подмогу ни с места не подвигающейся женщине ступать по широким плоским лопастям. Это было даже привесело. На фабрике царил образцовый порядок, но он достигался не суровыми дисциплинарными мерами, а какой-то любовной патриархальностью. Прогулка по фабрике была одной из самых занимательных. Интересно было зайти в амбар, где горами были наварены запасы уже скрученных и намотанных веревок. Интересно было взобраться на самую верхушку такой плотно сложенной горы, и там удобно устроиться на чудесно пахнущих мотках. Интересно было взвеситься на огромных весах, глухо и смачно ударявших о дощатый пол, когда на них клали страшные пудовые и пятипудовые гири. Интересно было зайти в главную топку, где неустанно и методично вертелось огромное маховое колесо, а почерневшие от угля кочегары то и дело подбрасывали уголь в пылающую печь. Интересно было изучать, как все устроено и пригнано. Интересно, но и жутковато было подходить к стремительно бегущим ремням и к бешено крутящимся колесам. Одним таким колесом и оторвало нашему милому султану его пышный хвост. Но наибольший соблазн представляла собой тянувшаяся сожженно полтораста или двести деревянная галерея, казавшаяся еще более длинной, потому что она была и узкая, и низкая. Она была так длинна, что когда в конце ее на светлом квадратике открытой двери появлялась фигура взрослого человека, то с другого конца она казалась крошечной мошкой. Во всю длину этой галереи шла железная дорога, иначе говоря, были проложены рельсы, и по этим рельсам ходила особая из Англии выписанная машина, в задке которой были размещены разного калибра крюки. Когда механизм был пущен в ход, то крюки начинали стремительно вертеться, свертывая несколько ниток в одну толстую веревку, несколько толстых веревок в один канат, несколько канатов в неимоверной толщине кабель. Для того, чтобы эта работа могла производиться, машине с крюками надлежало все более и более удаляться от своего начала и ползти к помянутой светящейся точке на другом конце галереи. Путь этот совершался медленно и деловито, со сверлящим ушераздирающим шумом. Зато, когда он бывал пройден, а свитые готовые канаты сняты с успокоившихся крюков, то машина по тем же рельсам возвращалась к исходному месту, и это она проделывала со стремительностью точно лошадь, почуявшая конюшню. Одним из больших кушалевских удовольствий была именно эта поездка на возвращающейся машине. Рабочих, приставленных к ней, мы знали всех хорошо, это были наши друзья, и им самим было приятно прокатить родственников хозяина, благо, от этого машине никакого вреда не причинялось. И какой же гордостью наполнялось сердце, когда я на своем собственном локомотиве катил по этому длиннейшему туннелю. Что только не успеешь себе вообразить во время этого не более двух минут длившегося путешествия, казалось, что я лечу в поезде по всем знакомым мне и манившим меня странам по Северной Америке, по Италии, по Франции, по Англии. Бывало, что я раз пять в день проделывал эту поездку. Я терпеливо шел шагом за плетущейся работающей машиной с тем, чтоб, сев на нее, когда она освобождалась, вихрем мчаться обратно. Чудесно было накушали в келетом, но сила ее прелести не убавлялась и зимой. Напротив, что за дивные волшебные ночи, лунные ночи, запомнились мне в этом старинном парке, когда голубоватые тени оголенных деревьев ложились на сверкающий белизной снег, или когда все покрыто кружевным инием и стоит в завороженной неподвижности. Как весело было на лыжах, коих у Эдвардсов было много пар, забираться в такие дебри, куда за нами не могли поспевать старшие. Как очаровательно праздновались у Камиши святки, когда после обеда зажигалась елка, вносился пунш, и Матвей Яковлевич слегка навеселе принимался с изумительной при его росте легкостью, скрестив руки на груди, танцевать джигу. Но ничего не может сравниться с тем наслаждением, которое я и вся молодежь испытывали на Кушалевке от катания с горы. Деревянный, довольно высокий остов горы строился на самом берегу ближайшего к дому Эдвардсов пруда. Но скат шел уже по льду и тянулся сажень на тридцать, если не больше. Ко дню, когда ожидались гости, скат расчищался от снега, причем образовывались по сторонам два довольно высоких вала. Лед же, тщательно подметенный, блистал, как зеркало. Особенно фантастический характер приобретало катание при луне или даже в полной тьме. Снег продолжал белеть и в звездную ночь, дорожка льда резко чернела и лишь конец ее терялся во мгле. Салазок у Матвея Яковлевича было сколько угодно, на всех хватало, но были любители съезжать и без санок, на рогоже или просто на собственном заду. Самое веселое было слетать одним сразу вслед за другими. Тогда внизу непременно получалась каша, сани налетали друг на друга, все валились в кучу, и только слышался виск, кокетливые жалобы барышень и дикий хохот юношей. В такие вечера на Кушелевке собиралась масса молодежи. Один раз, впрочем, я больно почти до обморока треснулся головой о глыбу льда, лежавшую на краю вала, а какой-то знакомый Эдвардсов даже сломал или вывихнул себе руку. Но шалости и безобразие являлись в конце, тогда как первый час катания проходил скорее чинно, наподобие спортивного состязания. На салазке надлежало сесть так, чтобы ими удобно было править. И чем дальше санки заезжали по дорожке, тем это было более лестно. Уже и в те времена, не знавшие организованного зимнего спорта, встречались смельчаки, поражавшие других тем, что они съезжали с горы стоя на коньках, а иные виртуозы начинали спуск спиной и лишь по дороге повертывались лицом к цели. Я таких фокусов не пробовал. С меня было достаточно, если я всех напугаю тем, что направлю санки на вал, взлечу на него и перековырнусь на снежном поле. До помянутого удара об лед я считал это абсолютно безопасным. Эффект же получался чрезвычайный. Снег на валу разлетал с фонтаном, залепляя глаза и уши, проникая за воротник и за валенки. Санки кружась летели к черту, а я изображал из себя убитого, оставаясь лежать распластанным, пока ко мне не подоспевали на помощь. Тут полагалось вскочить, как ни в чем не бывало, и игра начиналась сначала. Длилось это удовольствие часами, и кончалось тогда уже, когда от усталости остро заломят плечо, и оказываешься весь в поту и мокром от проникшего до тела снега. Но в доме у Камиша так жарко пылал камин, что и переодеваться не стоило, пожаришься в течение нескольких минут у самого огня, так что пар пойдет столбом, и уже просушился весь насквозь. И тут же у камина непременно застанешь мата, сидящего с газетой в руках в покойном кресле, спинка которого была вышита руками самой Камишеньки, а по сторонам его чинно восседающих псов и кошек. Кстати, сказать, ни собаки, ни кошки на Кушелевке не отличались породистостью. Это были даже очень неказистые представители животного пролетариата. Бог знает, как и при каких обстоятельствах нашедшие себе приют у добрейшей моей сестры. Но, с другой стороны, это были преданнейшие, уютнейшие и умнейшие твари, почти полноправные члены всего Кушелевского клана. Глава пятая. Первая школа. В 1877 году я уже был довольно большой и довольно смышленый мальчик, но, странное дело, я все еще не умел ни читать, ни писать. Я и не ощущал подобной нужды в этом. В книгах у нас, как в моей личной, так и в большой папиной библиотеке, недостатка не было. И я значительную часть времени проводил с ними, причем, однако, не тексты меня интересовали, а картинки. Когда же являлось желание что-либо разузнать о том, что изображено и о чем тут напечатано, то я всегда находил кого-либо, кто бы прочел мне это, будь то мама или бонна. Да и папа с величайшей готовностью отрывался от любой работы, чтобы удовлетворить мою любознательность. Кроме того, мама читала мне на сон грядущий, а иногда и ночью, когда меня томила бессонница. Некрасивую и печальную Бонну Марианну я полюбил именно за то, что и она всегда охотно читала мне, а по-немецки я уже в это время разумел в достаточной степени, чтобы понимать все то, не особенно замысловатое, что стояло во всяких рассказиках какого-либо листка для приятного времяпрепровождения, в журнале «Маленькие люди» или в пересказах для детей «Священного писания». Вообще об этой Марианне у меня сохранились наилучшие воспоминания, хотя пробыла она у нас не больше года. Мне все нравилось в ней, и чуть понурая фигура этой еще совсем юной девицы, и ее какой-то уютный запах, и ее тихая манера говорить, ее несомненная доброта, ее кротость. Но, любя Марианну, я, разумеется, и эксплуатировал ее бессовестным образом. Я же оказался виновником того, что она покинула наш дом. У Марианны была старшая сестра, которую она очень любила, и к которой мы нередко заходили во время наших прогулок. Жила эта Аммалия в очень маленькой квартирке где-то на мойке. Меня в этих случаях усаживали в первой комнате, служившей и гостиной, и столовой. Сами же сестры уходили в соседнюю спальню и, заперев за собой дверь, безумолку о чем-то шептались. Марианна мне наказывала, чтобы я молчал об этих посещениях, да и несколько таинственный характер их, и без того, как бы подсказывал, что говорить о них дома не следует. Но вот Марианна что-то уж очень зачистила с этими визитами, и мне они сделались порядочно скучноватыми. Что мне было делать в крошечной комнатушке с окнами, выходившими на самый безотрадный темный двор? Раза два-три сестры давали мне в компаньоны не то сына Амалии, не то ее племянника, косоглазого мальчика лет пяти. Этот Эрик Швальбе пробовал меня занимать разговорами или показыванием своих очень неказистых игрушек. В общем, он скорее надоедал мне, нежели развлекал меня, и я был рад, когда его не было дома. Скука таких одиночных и полуодиночных заключений побудила меня, наконец, выболтать маме про наши визиты. Марианне был сделан допрос, бедняжка стала что-то путать, а тут как-то стороной выяснилось, что Амалия принадлежит к девицам, предпочитающим обеспеченную независимость тяжелой службе у чужих людей. И кто только мог прельститься такой физиономией. Все это привело к тому, что, хотя мама в общем была довольна Марианной, хотя она знала, что я к ней привязался, однако она все же решила, что оставаться ей при мне не годится, бог знает, чему Шуренька мог бы наглядеться и научиться в таком обществе. Тут только я понял, что я наделал, и горю моему не было пределов. Последнее впечатление о Марианне у меня сохранилось такое. Она сидит в детской за столом под висячей лампой и тихо плачет, положив голову на скрещенные руки. Я попробовал ее приласкать, но она тихо отвела мою руку, поцеловала меня и сквозь рыдания промолвила «Ах, сердечко, что ты наделал?» Вскоре после этого мамочка решила, что мне пора начать серьезно учиться и что дальнейшее пребывание в тесной домашней атмосфере может оказаться и вредным. Она надеялась, что самое общение с другими детьми сгладит шероховатости моего характера, в то же время толкаемый соревнованием я приобрету и первые основы грамоты. Все знакомые мои сверстники и даже ребята на год или два моложе умели читать и писать, а я что за срам ни того ни другого не знал. Кое-какие попытки были сделаны, чтобы меня познакомить с азбукой. Так еще четырех лет я получил коробку кубиков складушек, в которых буквы и слоги французские были расположены вокруг центральной картинки. Одну из них я очень ценил и запомнил навсегда. Изображала она траншею, всю уставленную корзинами с землей, ящиками со снарядами и тому подобными военными предметами. Посреди же траншеи группа солдат с кепи на головах и в пунцовых штанах грелась вокруг пылавшего костра, тогда как по ночному небу дугами летели и разрывались ракеты. Другие картинки были в таком же роде. Выбирали для меня именно такие сюжеты, желая угодить моим тогдашним милитаристическим вкусом. Однако, если картинки я эти и складывал с охотой, то буквы вокруг них меня только раздражали. И если я из них и запомнил некоторые, то потому только что я знал, что сложив их, получается наша фамилия. И все же я никак не мог сообразить, почему буква М и буква А могут поставленные рядом создать звук М Когда же Ольга Ивановна, которая была грамотная, попробовала мне объяснить русскую азбуку, называя буквы по-старинному азбуки, веди, глагол, то это меня уже окончательно спутало. Наконец, осенью 1876 года подходящая школа как будто была найдена. Правда, этот пансион Фрейлейн Герке находился далеко от нашего дома, на большой конюшенной, но мама все же остановила свой выбор на нем, так как в хорошую погоду это была бы для меня только хорошая прогулка, а в плохую можно брать извозчика. Вот и потащили меня к этой Фрейлейн Герке, которая жила в третьем этаже, в доме лютеранской церкви, в квартире, обставленной, как мне помнится, на типично немецкий лад. Сама Фрейлейн мне понравилась, у нее было мятое, старообразное, остроносое лицо, но доброта светилась из ее серых глаз, и встретила она меня с милой лаской. Понравились мне и дети, которые все были моложе меня, и среди которых я, почти семилетний, чувствовал себя великаном. Без протестов и особенных страхов я расстался с приведшей меня мамочкой и весь первый день прошел в интересных играх. В течение же следующих недель я постепенно и совсем свыкся с чужой обстановкой. Но недолго было мне суждено оставаться в этом пансионе. Глупейший случай положил тому конец. Прыгая на одной ноге в какой-то игре погладко натертому полу, я поскользнулся и со всего размаху шлепнулся прямо на нос. Было очень больно, но еще болезненнее я ощутил свой позор. А когда я увидел потоки льющейся из носу крови, то мне чуть не сделалось дурно. Впрочем, не обошлось тут и без известного наигрыша. Я смутно чувствовал, что чем ужаснее будут мои страдания и жалобы, тем позорность моего падения будет менее значительна. А потому я не только плакал, пока мне мыли и бинтовали нос, положив на него компресс, но я продолжал плакать и стенать на всем пути до дому, куда меня и отвезла одна из воспитательниц пансиона. Дома я уже вовсе не страдал, однако устроил целый спектакль, чем совершенно переполошил бедную мамочку. Я даже сам потребовал, чтобы меня уложили в постель как настоящего раненого. К вечеру все прошло, а на следующее утро я вполне мог бы отправиться в пансион, но тут я решительно запротестовал. Мне оказалось невыносимым, чтобы я опозоренный снова предстал перед всеми этими дамами и перед моими товарищами-малышами. По слабости сердечной мамочка, несмотря на заплаченный триместр, сдалась, и я уже больше фрейля Энгерки не видал. И как раз тогда мама узнала о существовании другого воспитательного заведения в очень близком расстоянии от нашего дома и к тому же горячо рекомендованного какими-то знакомыми. Помещалось это заведение на малой мастерской, на супротив той католической церкви святого Станислава, куда мы с папой ходили по воскресеньям. Киндергартен госпожи Вертер занимал весь второй верхний этаж углового особняка, при котором был обширный и тенистый сад. Вход был с малой мастерской. Широкая барского вида лестница вела к классам к квартире директорше и к длинному рекреационному залу, все пять окон которого выходили на улицу. Просторные классы имели благодаря своим выбеленным стенам опрятный вид. В них было много воздуха и света, не то, что оклеенные бурыми и грязно-желтыми обоями комнаты фрейлейн Герке с их темными занавесками у окон. Киндергартен обслуживался целым штатом воспитательниц и учительниц, а в систему воспитания входили и уроки рисования, гимнастики и танцев. меня сразу подкупило то, что на стенах висели большие отпечатанные в красках картины, из которых одна изображала жизнь города, другая жизнь деревни, разумеется, немецкой, третья железную дорогу и так далее. Несколько картин поменьше изображали сцены из Библии. Еще интереснее были те коробки под стеклом, которые тоже висели по стенам и в которых к картону были прикреплены разные миниатюрные предметы. В одной все, что относится к производству хлеба, начиная с плуга, кончая приоткрытыми мешками, которые содержали разные зерна и крупы. В другой все, что требуется в столярном деле, тут среди разных орудий производства пил, стамесок и так далее, можно было любоваться крошечным, точно для лилипутов, сделанным верстаком, а на верстаке лежал рубанок с дощечкой, с которой инструмент уже как бы соскреб малюсенькие стружки. Над всем витал дух Фребеля. Фребель Фридрих 1782-1852, известный немецкий педагог, создатель популярной системы воспитания детей младшего возраста. Система предусматривала усвоение гигиенических навыков, изучение естествознания, математики, законы Божия. Фребелю принадлежит само понятие детского сада, киндергартен, означавшего уголок естественной природы, а в переносном смысле идею выращивания юношества. Вообще же о Фребеле и его системе было тогда среди мамаши воспитателей столько разговоров, что и детям имя знаменитого реформатора педагога было знакомо. Слово «Фребелечка» являлось вроде диплома полной и доброкачественной подготовленности для детского воспитания. Под Фребелечкой подразумевались особы, самоотверженно отдававшиеся этому делу, согласно новейшим данным науке. В моем же представлении это были очень милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного скучные. Контрастом к ним в моем же представлении являлись курсистки нигилистки, о которых тогда тоже было много разговоров. Девицы необычайно решительные, нелепые, со стриженными, взлохмаченными волосами, далеко не опрятные, с вечной папироской во рту, с шляпой на бекрень и непременно сопровождаемые студентами, тоже нигилистами. Поступив в детский сад на малой мастерской, я попал в самое царство фребеля и фребеличек. Меня пленили слова «детский сад» или «киндергартен», как было тогда даже по-русски принято называть такие школы для младшего возраста. Однако, я был несколько разочарован, когда оказалось, что хотя сад и даже довольно обширный тенистый при доме имеется, но воспитанников детского сада в него не пускают. Только тогда, когда уже выдворилась весенняя теплынь и деревья стали распускаться, хозяин дома разрешал детям иногда в нем играть. Не понравилось мне с первого знакомства и директриса Евгения Аристовна Вертер, тетя Женя, как нужно было ее величать. Она даже показалась мне довольно страшной. Это была внушительного роста дама, тучная, с совершенно круглым лицом и двойным подбородком, с золотым пенсне на выпученных строгих глазах и с золотой цепочкой, свешивавшейся по очень выпуклому бюсту к довольно объемистой талии. Одета она была всегда во все черное с небольшим кружевным воротничком. Особенную же грозность придавала этой, на самом деле сердечной, старой деве то, что она ходила на костылях. Одно глухое постукивание по полу костылей, одно ее передвижение тяжелыми взмахами наводило на всех детей, а на меня в особенности трепет. Другие тети больше располагали к себе. Особенно я привязался к толстенькой, сутулой, всегда одетой в серые тети Наташи, и чувство известного поклонения стало у меня намечаться к тете Саше, хорошенькой юной блондиночке, но последняя вскоре вышла замуж и покинула в киндергартен. По этому поводу был даже устроен шоколад. Вообще я привык к школе довольно скоро, но должен сознаться, что самый фребелизм не всегда был мне понутру. Поступив в приготовительный класс, где только урывками и исключительно в форме игры обучали детей грамоте, я должен был подчиняться всем тем приемам, которые были объединены задачей занять детей посредством приятных и одновременно полезных упражнений. Некоторые из этих упражнений, вроде, например, нанизывания на нитки пестрого бисера или плетения узоров из цветных бумажных полосок или еще лепки из глины, занимали меня и даже доставляли известное удовольствие. Напротив, всякое вышивание или рисование по клеточкам и все, что имело целью развивать наблюдение, сосредоточивать внимание и сметливость я ненавидел. Все это чередовалось с шуточными уроками грамоты и с настоящими играми. Но и в играх дети не были предоставлены себе. Нам не давали просто побегать в пятнашки, в горелки, в жмурки, а каждая игра обязательно должна была иметь какой-то смысл. Одни игры должны были будить чувства природы, другие знакомили нас с географией, с историей и тому подобное. Все это было очень мило и даже, если хотите, трогательно, но это и раздражало какой-то своей фальшью. Я лично остро ощущал эту фальшь, и она меня бесила. Дома я нередко жаловался маме и даже вышучивал ту или иную игру, но мамочка была уверена в целесообразности всех этих педагогических новшеств. Она даже получала какой-то специальный педагогический журнал, журила меня и пыталась убедить меня в разумности и полезности всего того, что мне казалось глупым. Из таких природных игр запомнилась мне одна с особой отчетливостью, но это вследствие чего-то совершенно в программе непредвиденного. Дело в том, что лично моя персона внесла в нее нечто такое, что в чрезмерной степени подчеркнула натуральность. Детям надлежало представить лес с его обитателями. Мальчики и девочки повзрослее изображали деревья и для этого должны были шевелить поднятыми над головами пальцами рук, что выражало трепетание макушек под действием ветерка. Малыши представляли зайник, лягушечек, а уже совсем крошки сидели на полу в качестве цветочков, землянички и грибков. Вот среди этой-то поэтичной игры и в самый разгар прыганье лягушечек и посвистывание птичек у корней дерева, которое олицетворял я, вдруг потек настоящий ручеек. Случился же этот грех, потому что я в силу своей непоборимой стеснительности не решился своевременно попроситься выйти, ведь при этом пришлось бы подвергнуться позору расстегивания штанов руками тетушек, так как я сам этого сделать еще не умел, и какой же тут получился конфуз и скандал, какой безудержный и безжалостный смех раздался вокруг, какой переполох среди воспитательниц, как грозно застучали костыли примчавшиеся откуда-то директрисы, как все засуетились, стараясь освободить меня от намокших штанишек и удалить следы моей нечистоплотности. И нельзя мне было после того без штанов оставаться среди других детей. Две тети схватили меня, горько плачущего от стыда, и понесли в самую святая святых в личные комнаты Евгении Арестовны, в ее спальню, и там уложили на диван, закрыв одеялом. Тут я должен был пролежать, пока мне не принесли сухую смену из дому, и тут лежа в одиночестве, я пережил часа полтора очень горьких размышлений. Уже то было ужасно, что я самый большой в классе, так осрамился. Но к этому прибавился страх, как бы меня за это не оставили дома, вместо того, чтобы поехать на большой бал к дяде Сезару, что было мне обещано, что я себе выпросил и о чем мечтал много дней. К этому балу шли приготовления не только у самого дяденьки, но и у нас. Сочинялись и шились костюмы для каких-то выступлений, а домашние наши художники Альбер и Люля рисовали пастелью на соженных листах бумаги какие-то уборы. Особенно мне запало в душу вырезанная фигура в натуральный рост ливрейного лакея, жестом и любезной улыбкой, приглашавшего войти. Меня манило увидать на месте эффект этого зрительного обмана. То-то будет потеха, когда гости станут принимать этого бумажного человека за настоящего. Ну и, кроме того, на балу у дяди Сезара обещали быть всякие диковины, фокусники, рассказчики, пожалуй, и Петрушка. Бал этот был полудетским, так как моим кузинам Инне и Маше было всего десять или двенадцать лет. Теперь же, оскандалившись, я рисковал ничего от всего этого великолепия не увидать. Лежа раздетой на диване тети Жени, точно всеми забытой, я предавался горестным мыслям. Пролежал я так, вероятно, не более двух часов, но мне они показались вечностью, тем более, что вскоре наступили ранние зимние сумерки, и комната, оставленная без лампы, освещалась лишь мерцающим отблеском топящейся печи. Едва можно было различить одноногий столик, на котором покоилась толстая Библия с золотым обрезом. Справа на шкафике белела фарфоровая фигура Христа, простиравшего руки, она как бы благословляла целое полчища семейных фотографий, но мне казалось, что все исполнено укоризной по моему адресу, по адресу того гадкого, большого, семилетнего мальчика, который не умеет себя вести и которого поэтому никак нельзя взять на торжество готовившиеся у его дяденьки. К счастью, опасения мои оказались напрасными. Меня не оставили дома, а нарядили в парадный бархатный костюм с шелковым бантом у крыжевного воротника и повезли на Кирочную. Мамочка только слегка попрекнула за то, что я не попросился. С минуту, а может быть и больше, тянулась немая, но тем более тяжелая пауза. Тут же, до того еще, что она произнесла одно слово, я залился горючими слезами. Слезы эти не были похожи на мой обычный капризный рев. Никаких усилий, никаких гримас на сей раз не пришлось делать, никакой комедии я не ломал, но внутри меня точно прорвалась какая-то запруда, и оттуда с неудержимой силой потекли ручьи и ручьи. Убедившись, что грешник ступил на путь раскаяния, тетя Жень с тихой и даже как бы любовной строгостью, стала увещевать меня, держа все время в руках мою злополучную бумажонку. Она вопрошала меня, понимаю ли я, что совершил, знаю ли я, что совершил подлог, знаю ли, что это преступление, и даже такое преступление, за которое ссылают в Сибирь, и так далее. Должен тут же сказать, что это стращание Сибирью подействовало на меня куда менее сильно, нежели простое сознание собственного греха, и то чувство стыда, которое буквально раздирало мне сердце. Пожалуй, даже чем дальше развивала тетя Женя эту тему, тем менее я ощущал пользу от этого, тем яснее во мне пробивалось чувство, похожее на досаду. Зачем она все это говорит? Ведь я и без того уже все понял. Она же, видимо, наслаждалась взятой на себя ролью. Конец беседы оживил первое чувство. Этот конец был посвящен Богу. И вот тут я снова стал вполне понимать ее. Мне стало понятно, что если я кого-либо особенно обидел, так это своего ангела-хранителя, а следовательно и самого Боженьку, от которого ничего не скроешь, который знает все. Вообще, я в это время уже молился. Лет до пяти я только бормотал какие-то имитации молитв на квазифранцузском языке, кончая словом «Да будет так». Это сопровождалось уже на русском языке молитвой за папу, маму, братьев, сестер и еще кого-либо по случайному выбору, но затем я выучился произносить в точности слова «отче наш», опять-таки по-французски, что являлось как бы неким подтверждением нашего происхождения, и я каждое слово отделял от другого, стараясь вникнуть в их смысл. Это было в то же время и первое усвоение целых фраз по-французски, тогда как вообще я по-французски еще не говорил. Вслед за отче наш я произносил свои личные обращения к Господу, в которых, между прочим, просил его и о том, чтобы он помог мне быть добрым и хорошим мальчиком, и специально о том, чтобы, помня свой главный порог, я не лгал. В поминании же случались варианты. Если я бывал кем-нибудь обижен, то это лицо пропускалось в наказание. Особенно часто это бывало с нашими прислугами и с очередной бонной или гувернанткой. Но, разумеется, такой опали родители и братья с сестрами не подвергались никогда. Многие основные вопросы религиозного порядка понятны детскому разумению. Мало того, они представляются ребенку как бы совершенно естественными. Едва ли правы те, кто указывают при этом на известные атовизм или на исторические навыки. Если последние и существуют, то со многими из них человек расстается с легкостью. Но трудно в нем уничтожить непосредственный интерес к вопросам бытия и его ощущение потусторонности. Церковь, церковные атмосферы, чувство богобоязни и богопочитания и, что еще важнее, потребность в богопочитании, обращение к высшему началу и какое-то желание благочестия, все это представляется людям, вытравившим в себе в угоду материалистической доктрины подобные внутренние движения, искусственно парализовавшим или охолостившим душу, они и самое бытие души отрицают, все это представляется им чем-то недоступным для детского сознания и вообще для существа, еще не тронутого культурой. На самом же деле ничего так скоро не усваивается детьми, хотя бы выросшими в безбожной среде, как именно отношение к богу и самый принцип благочестия. Но и противоположные идеи доступны детям, и среди них идея греха, не только как ослушание каких-то наказов, но как что-то нехорошее по существу. Представление же о грехе пробуждает и то, что мы называем совестью. Я, по крайней мере, в те ранние детские годы гораздо чаще, чем впоследствии задумывался над такими, казалось бы, вовсе не детскими проблемами, как загробная жизнь, как Царствие Небесное, как Божий Суд, как смерть и бессмертие, как спасение души. Иногда, лежав кроватки и уткнув нос в подушку, что создавало какое-то подобие отрешенности от всего окружающего, я без усилий вызывал в себе чувство известного экстаза, или, точнее, я чувствовал приближение такового и заранее радовался тому, что я его удостоюсь. В такие поистине блаженные минуты я совершал своего рода полеты в то, что принято называть небесными сферами, как бы приближаясь к самым воротам рая. Замирая от священного ужаса, я сосредоточивал свою мысль на представлении о вечности и о бесконечности. Тогда и ад стал представляться мне уже в ином виде, нежели тогда, когда я совершенным малышом разглядывал картинки страшного суда, приколотые к стене в кухне. В реальном существовании ада я не сомневался, но самые слуги сатаны мне не представлялись непременно в виде рогатых и хвостатых чудовищ, а представлялись они в виде злых, но, пожалуй, красивых и даже пленительных ангелов. Вот в связи с представлением о каких-то верховных силах, добрых и злых, у меня сформировалось тогда нечто вроде культа ангела-хранителя, что является наиболее человечной стороной всякого верования. Ангел-хранитель это те же пинаты, те же лары, те же примитивные тотемы дикарей, те же феи и те же гении-покровители. В одно и то же время это и советники нашей совести и посредники между нами и Богом. Господь Бог все знает, все видит, Он вездесущий, всемогущ, но тем не менее при нем состоят и более однородные с Ним, нежели мы смертные, мириады неизменно ему преданных сил небесных, неисчислимые полчища ангелов. Их-то Он и представляет в качестве каких-то опекунов и руководителей к отдельным человеческим существам. В существовании такого специально пекущегося обо мне, за мной следящего, меня охраняющего, более высокого разряда лица, непонятия, а именно лица, я верил так же твердо, как и в Бога и в Сына Его Христа. Тайну этого самого близкого ко мне существа мне иногда мучительно хотелось разгадать. Я прямо изнывал, что не могу своего ангела-хранителя увидать, с ним заговорить. Проснувшись утром, я прикидывался спящим, в надежде, что авось я захвачу тот момент, когда ангел исчезает с глаз. Иногда я обращался к нему со страстной молитвой, чтобы он мне открылся, предстал передо мной. Часто я вел с ним мысленные беседы, причем вопросы я задавал шепотом, а ответы слушал где-то глубоко в себе. Я непоколебимо верил, что при отлете души от тела или при рождении человека ангел сразу оказывается тут же. В одном случае он берет душу в свои руки и несет куда-то, в другом он вкладывает ее в тело. Таких ангелов с душами в руках в виде младенцев я видел на картинках и в скульптурах. два фарфоровых медальона с известными барельефами Торвальдсена висели над моей кроваткой. Но как раз такие изображения я вовсе не принимал за подлинные. К ним я относился как к неким символам, к иносказаниям. В то же время я не допускал мысли, что такие бесплотные силы вообще не существуют. Я имел и известное конкретное представление о природе ангелов. Ничего еще не ведая о различиях пола, я знал, что ангел не мужчина и не женщина. И все же нечто подобное человеку. В том, что за спиной у него крылья, я не был уверен. Но окрыленность его мне нравилась. И я огорчился бы очень, если бы меня стали уверять, что у ангелов крыльев нет. Не мог я себе представить ангела на гимн. Однако вот ангелочки, вроде тех, что представлены у ног сикстинской Мадонны, выглядывающими из-за какого-то парапета, те могут быть голенькими. Ангелочки, херувимчики, почти что амуры, вообще особый разряд небожителей. Они милейшие и нежно мною любимые, но наверняка не им поручаются попечения о нас. Что же касается до тех одежд, в которые художники облачают ангелов, то я чувствовал, что это только так, нечто приблизительное и условное. Особенную нежность я, кстати, сказать, питал к тем исполинским и действительно прекрасным полуногим юношам, которые восседали и балансировали на карнизах по сторонам боковых алтарей в нашей прекрасной церкви святой Екатерины на Невском. Что же касается до самого Господа Бога, то его наружность я рисовал себе не иначе, как в виде почтенного, несколько печального старца с длинной бородой. И уже его я никак не мог бы вообразить неодетым. Впрочем, меня не смущало то, что иногда я видел Бога изображенном в виде одного только всевидящего ока, заключенного в треугольник. Менее всего в те годы останавливалась мысль на Христе. Если не считать, что я радовался его рождению на елку и его воскресенье на Пасху. Картин, изображающих страдания Христа, я видел множество. Не говоря уже о распятиях, которые встречались на каждом шагу, в спальне моих родителей висело большое скульптурное распятие, но эти изображения почему-то не доходили до моего сердца. Марианна пыталась мне читать отрывки из Евангелия, но насколько я любил библейские истории. Настолько эти истории Нового Завета мне казались скучноватыми. Я не понимал самой сути их. Очень значительная перемена в моем отношении ко всему божественному произошла благодаря тому же киндергартену. Мой подлог всколыхнул неведомые мне до той поры духовные ощущения. Библейские же рассказы, из которых состояли субботние уроки тети Жени, осветили новым светом уже известные мне истории, случившиеся давным-давно в далекой святой земле. Я теперь безусловно стал верить в избранность Божьего народа, в благо Божьих путей, всего Божьего порядка, а также в конечное торжество Божьего начала над всяким злом. Но неясным оставалось то, что Господь должен был пожертвовать Своим Сыном, и что избранный им же народ этого Сына Божьего не признал, и даже несмотря на совершенные чудеса, казнил его. И как же так избранный народ лишился затем Божьего покровительства? В то же время я недоумевал, как этих же самых евреев, распявших Христа, все же терпят среди нас христиан, а святой землей владеют турки и басурманы. Это были смущающие вопросы, но любое объяснение, всегда как-то наспех даваемое в таких случаях старшими, удовлетворяло меня, ибо я все равно был уверен в том, что все это точно и верно доказано и признано всеми. Урок священного писания Евгения Арестовны каждый раз неизменно оканчивался особой церемонией. Ее рассказы не захватывали большого периода, а довольствовалась она отдельными эпизодами, историей грехопадения и изгнания из рая, историей Каина и Авеля, историей потопа и так далее. Их хватало на целый урок. Рассказывать же она была мастерица. В драматические моменты ей удавалось заразить своим возбуждением весь класс. Передавая что-либо чувствительное или прелестное, скажем, описание рая или ликование ноя после выхода из ковчега при виде обновленной прощенной земли. Она вся как-то млела, а в глазах показывались слезы. При этом она импровизировала целые диалоги и подолгу останавливалась на таких подробностях, о которых нет и помину в текстах. И вот когда тема данного урока была исчерпана, то вызывались двое из маленьких слушателей. Этот вызов служил известной наградой за поведение, и они отправлялись в ее спальню для того, чтобы оттуда принести Библию. Это была непростая обыкновенная книга Ветхого и Нового Завета, а это был толстенный и внушительный фолиант с золотым обрезом и с золотыми гвоздями на черном переплете. Библия эта всегда покоилась на отдельном круглом одноногом столике, крытом вязаной салфеткой и стоявшим перед диваном. Книга была довольно тяжелая, а нам она оказалась прямо огромной и пудового веса. До того она была наполнена святостью. Надлежало ее нести вдвоем, взяв ее с двух сторон, нести бережно, отнюдь не торопясь, дабы, не дай Бог, не уронить ее. Когда же книга была передана в руки тети Жени, то она, не выпуская ее, вплотную придвигалась на костылях к нашим партам и клала ее на ближайшую. Затем с торжественной медлительностью она открывала ту страницу, в которую была вложена расшитая закладка, и тут показывалась картина, изображавшая как раз только что описанное событие. К этому моменту всем было разрешено сойти со своих мест и приблизиться. Получался даже некоторый беспорядок, кое-кто взбирался на скамьи, чтобы лучше через головы товарищей все разглядеть. Я же испытывал в эти минуты дрожь восторга. Уж очень мне нравились эти большие во всю страницу картины. То не были какие-нибудь обыкновенные, а принадлежали они немецкому художнику Шнорру, и рисовали они сцены священной истории с удивительной уверенностью, ясностью и убедительностью. Библия в картинах Шнорра фон Карольсфельда 1796-1872 издавалась в Лейпциге в 1852-1860 годах и содержала 240 гравюр на дереве по его рисункам. Издание приобрело большую популярность в Германии и других странах. Они были полны благородной красоты, на которую так отзывчива детская душа. Мне все это казалось не менее прекрасным, нежели композиции обожаемого Рафаэля. Вернувшись домой, все еще под впечатлением виденного, я спешил поделиться им с папой, и папа с большим одобрением отзывался о Шнорре, с которым он, кажется, и лично был знаком в Риме. Это меня трогало чрезвычайно. Мой же восторг, видимо, умилял папочку. Вот почему, когда в качестве пожелания на Рождество я заявил, что хотел бы иметь Библию Шнорре, то папа вовсе тому не удивился. Не сказал, что этот довольно дорогой подарок не для моих лет, а сразу согласился. Библию Шнорре, приобретенную в магазине Криха, я к неописуемой моей радости и увидал на столе под елкой вечером 24 декабря 1878 года. Моя Библия была точно такая, как Библия Евгении Арестовны. И даже переплет с золотыми гвоздями был такой же. Чудесную книгу я мог теперь разглядывать, когда мне вздумается, и разглядывал я ее целыми часами. Большой драгоценностью я продолжал ее считать и впоследствии, и вот почему я поднес ее обожаемой девушке, которую избрал себе в подруге жизни. В свою очередь, Библия Шнорра красовалась среди приданого моей Ати, и она же по сей день находится с нами, взятая с собой в эмиграцию среди вещей, особенно для нас ценных. Прибавлю еще, что именно восторг от рисунков Шнорра, от чудесной гармонии, коей исполнены эти несложные, но местами полные драматизма композиции, восторг от всего их духа, действительно святая искренность этого памятника искусства много значили в выработке моих эстетических запросов и убеждений. В частности, я через Шнора подошел к немецким романтикам, к Швинду и Людвигу Рихтеру, а также и к прерафаэлитам и к нашему Александру Иванову. Благодаря Шнору я получил некоторое мерило, которое и до сих пор вовсе не утратило своего значения, несмотря на все то пестрое и части весьма смущающее, чем постепенно загромоздилась моя художественная память и самая моя художественная совесть. Как во всякой образцовой школе, так и в киндергартене госпожи Вертер преподавались еще два предмета — уроки рисования и уроки танцев. Рисованию учил художник Лемух, танцем известный балетный артист Стуколкин. Однако, как преподаватели, ни тот, ни другой никуда не годились, и во всяком случае я от их уроков не почерпнул ровно никакой пользы. Лемух был тихим, скромным господином, он говорил еле слышным голосом и позволял нам на своих довольно редких уроках шалить и баловаться сколько нам угодно. И одет он был как-то тускло, во все серенькое, однако не без изысканности, бородка же у него была жиденькая. Мне нравился, впрочем, грустный взор Лемуха. Да и вся его ласковость. Значительный ореол сообщало Лемуху то, что он был участником передвижных выставок, и особенно, что он давал уроки детям наследника цесаревича, в том числе и старшему его сыну, будущему императору Николаю Второму. Картины Лемуха мне совсем не нравились, но они вполне отвечали программе передвижников, ибо изображали исключительно печальные события из крестьянского быта, больная мать, сиротка и тому подобное. Александр Николаевич Бенва разделяет здесь то искаженное представление о передвижнической программе, которое распространялось в некоторых художественных кругах начала XX века. Изображение печальных событий из крестьянского быта было типично не столько для передвижников, сколько для предшествующего периода русского искусства, для шестидесятников, для Перова. В пору расцвета передвижнического искусства в 70-е и 80-е годы подобные темы отошли на второй план. Достаточно сказать, что они не были характерны для таких столпов передвижничества, как Репин, Суриков, Крамской, Ге. Таким образом, я увидел и ливрейного лакея, прилаженного к стене на парадной, и тот изящный салончик, который был устроен в комнате обыкновенно служившей секретарской, на сей же раз превращенной в палатку розового атласа. Вместо конторской мебели в ней стояли золоченые стулья и столики, а у окна, блистая серебром и хрусталем, манил фруктами и конфетами буфет, за которым хозяинчили два наемных лакея с предлинными бакенбардами. Да и все было до неузнаваемости нарядно и светло. Кузины были такие хорошенькие, в своих кружевных платьях с цветными лентами в волосах. У старшей же кузины Сони платье было до ног, декольте с живыми цветами у корсажа и на голове. Получил я удовольствие и от изумительных фокусов знаменитого Рюля, и от смешных рассказов Горбунова, и от стихов про фонариков судариков, произнесенных с удивительным мастерством тем высоким господином с Лысиной, который на каждом вечере у дяди Сезара или у Зарудных по общему требованию угощал с неизменным успехом общества этими и другими комическими стихами. Пробыл я на балу вероятно до полуночи, и на следующее утро мне дали выспаться. В киндергартен я не пошел. Когда же на третий день я явился на место своего позора, то все как будто о нем забыли. Увы, осенью того же 1877 года я в том же киндергартене познал первые серьезные угрызения совести, познал, что за провинность следует кара, причем самым тяжелым при этом является именно ощущение стыда. В программу передовой педагогики входило, между прочим, и своего рода отечество ведение. А в основу его рекомендовалось ознакомление детей с их ближайшим топографическим окружением. Так однажды была дана задача нарисовать план нашего класса и всей школы. Другой раз на плане Петербурга нам было показано, где мы живем, по каким улицам ходим. все это встречало во мне живой отклик, причем, пожалуй, не обходилось без известного атовизма, так как я, как сын и внук архитекторов, впитал в себя какое-то представление о соотношении между вертикальными фасадами и горизонтальными плоскостями. Но вот на этих же самых интересных уроках мы дошли до ознакомления снивой. Тетя Женя пыталась выяснить, откуда и куда текут воды нашей величественной реки и какими притоками она питается. Для того же, чтобы мы получили уже окончательное наглядное о том понятие, было решено всем классам совершить прогулку к зимнему дворцу и там посредством бросания деревяшек проследить, как вода из зимней канавки течет в Неву и в какую затем сторону эти же деревяшки поплывут дальше. В сущности, это было довольно занятно, но беда в том, что для этого понадобилось использовать воскресенье, а это мне представилось прямо убийственным, так как я чрезвычайно ценил день отдыха от школы и вовсе не потому, что я был ленив и предавался ничего не деланию, а потому, что только в воскресенье я имел в своем распоряжении целый день и мог весь отдаться своим любимым занятиям рисованию, вырезыванию, игре в театр и так далее. Поэтому экскурсия тети Жени пришлась мне в высшей степени не по вкусу, и я как-то сразу решил, что я в ней участие не приму, а останусь дома. Помнится мне, что я даже подговорил своего нового друга и сверстника Осио Трахтенберга тоже остаться, вместо того, чтобы отправиться вместе со всем пансионом на Неву. Но как было сделать так, чтобы мамочка об этом не узнала? Тут меня и попутал лукавый совершить нечто весьма предосудительное. Сначала я прибегнул было к заступничеству мамы, но она на сей раз не пожелала потакать моим капризом и наотрез отказалась послать Евгении Арестовне извинительную записку. И тогда я такую записку написал сам. Всего лишь несколько месяцев, как я одолел грамоту, и был далеко не тверд в ней, и однако грамота уже пригодилась, чтобы от имени мамы написать госпоже Вертер письмо. В нем сообщалось, что я заболел и потому к назначенному часу явиться не могу. Затем, улучив момент, когда мама отправилась в свой обычный утренний обход литовского рынка, я вызвал через Степаниду дворника Василия, дал ему этот лоскуток бумаги и приказал ему от имени мамы снести его в мою школу. Совершив это ужасное преступление, я тогда никаких угрызений совести не чувствовал и был совершенно спокоен, уверенный в том, что моя стратегия приведет к желанным последствиям. Каково же было мое недоумение, когда вернувшийся Василий передал маме какое-то письмо от директрисы, и когда мама, прочитав его, взглянула на меня с совершенно несвойственным ей выражением. После завтрака она оделась и куда-то вышла, а вернувшись через час, не только по обыкновению не поцеловала меня, но когда я стал к ней ластиться, она, приняв строгий вид, отогнала меня, в воздухе запахло грозой, и таковая на следующее утро разразилась. Гроза выразилась в беседе с глазу на глаз с тетей Женей. Эти двадцать минут беседы всколыхнули все мое нутро, только тут я понял, что я наделал. Воспоминание же об этой беседе принадлежит к самому мучительному в моем детском прошлом. Приведенный Бонной в киндергартен, я уже было собирался последовать из рекреационного зала вслед за товарищами в наш класс, когда Евгения Арестовна остановила меня и пригласила идти за ней. Мы тут же где-то и устроились в пустом классе. Я на школьной парте, она же сложив костыли, грузно опустилась на стул и все время не отводила от меня полных упрека взоров. Позже я встречал Лемаха на многолюдных собраниях у Альбера, который одно время увлекался его красавицей дочерью. Увидев одну из моих тогдашних очень наивных и беспомощно ребяческих композиций, изображавшую Жанну Дарк при осаде Орлеана, он мне сказал, вам следовало бы серьезно заняться рисованием, у вас заметный талант. Возможно, что он таким образом предлагал себя в учителя, но, помня его преподавание, я, разумеется, не подумал обратиться к нему за руководством. Бестолковым учителем был и милейший Стуколкин. Возможно, что в театральном училище, где жили прочно установившаяся система и весьма почтенные традиции, где он должен был подчиняться раз установленной программе, его уроки приносили пользу. Возможно, что и как преподаватель салонных танцев Стуколкин умел показать, как надо танцевать кадриль, вальс, спольку и мазурку. Но в киндергартене он занимался не этим, а час, посвященный уроку, целиком уходил на то, что мы, расставленные в шашечном порядке, без конца шаркали то одной ногой, то другой, и это подгнусавые, убийственно-печальные звуки скрипочки, на которые пеликал всюду сопровождавший его унылый господин в очень поношенном сюрдуке. Сам же Стуколкин был одет с утра с иголочки во фрак, а некрасивое, на клоунское похожее его лицо было гладко выбрито. Когда он замечал, что наше шарканье теряет и последнюю степень энергии, он делал перерыв, и этого мы ждали с особым интересом, так как тогда он устраивал нам род спектакля. Корчи самые уморительные рожи, он показывал, как не нужно танцевать, и в этой гротескной имитации он доходил до виртуозности. Смеялись до упаду не только мы, малыши, но и заходившие в зал разные тети с самой Евгенией Арестовной во главе. Оставался печально равнодушным один только музыкант, которому, видно, давно успели надоесть эти обезьяньи штучки своего патрона. Мне вспоминается аналогичный случай преподавательского смехотворчества. Такие же взрывы неудержимого хохота вызывал в казенной гимназии, куда я поступил в 1880 году, наш учитель чистописания господин Шнель. Казалось бы, что может быть скучнее, нежели уроки ныне все более пренебрегаемого художества каллиграфии. Однако Шнель обладал несомненно настоящим даром корректуриста, и этот дар проявлялся не в каких-либо шаржах на людей, а в гениально карикатурных притворениях букв. Шнель рисовал их на доске в громадную величину. Делал он это с похвальной целью присрамить нерадевших или неумелых и показать, как надо рисовать. Нарисует он какое-либо уморительное Б или Щ и тут же рядом изобразит с изумительным совершенством те же Б или Щ уже в идеальном преображении, просто неописуемыми красавицами. Увы, и его уроки остались для меня лично совершенно бесплодными. Корявый почерк выработался у меня очень рано, и таким же корявым он и остался. Что касается до прочего преподавания в киндергартене, то оно было отлично поставлено, и я быстро выучился читать и писать. Так называемая фонетическая система сразу объяснила мне, в чем дело и почему буквы сливаются. Да и в арифметике и в каких-то началах географии киндергартен сумел сделать из меня усердного, добросовестного и понятливого ученика. Скажу больше, все, чему я тогда научился, создало основу, которую не удалось затем расшатать ни дилетантски поставленными домашними уроками, ни безобразной казенщиной гимназии. Даже и до сих пор то малое, что я знаю твердо, это то, чему я выучился во время своего пребывания с осени 1876-го до весны 1878-го года в школе госпожи Вертер. В этой же школе я испытал впервые сладость первого публичного успеха. Это произошло на каком-то чествовании тети Жени в день ее рождения или именин. Был подан на всю школу шоколад. Были налажены какие-то танцы и игры. А затем кому-то пришло в голову устроить что-то театральное. Детвору младших классов посадили в зале рядами перед дверью в коридор. А в этих дверях поочередно стали появляться мои товарищи и товарки. Одни лопотали какие-то стишки, другие пели песенки. Все это показалось мне ужасно скучным, и меня стал разбирать какой-то особый задор. Ужасно захотелось что-либо представить удивительное. Что именно я сам не знал до момента когда поднялся занавес, точнее когда отворились двери из коридора в залу, но в этот момент меня синило вдохновение и побеждая обычную робость я начал действовать. Что именно я изображал я не сумел бы и тогда объяснить. Публика увидала меня сидящим за низеньким по моему же требованию поставленным столом погруженным в какое-то занятие. Я с азартом рылся в книгах, что-то быстро записывал и часто изо всех сил хлопал по столу, корча вдохновенные рожи. Кончалась же эта немая сцена тем, что я влез со стула на стол, на столе изобразил припадок безумного гнева, а затем со всего размаха грохнулся на пол, причем постарался это сделать как заправский актер, так, чтобы не было больно. Зало огласилось неистовыми аплодисментами, я же счастливый выходил на вызовы и раскланивался, раскланивался. Курьезно, что этот идиотский мой дебют запечатлелся во мне на всю жизнь. Запечатлелся не один только тогдашний успех, но и то не совсем приятное чувство, которое, несмотря на успех, во мне тогда же пробудилось. Я понял, что мой успех не заслужен, что я бессмысленно что-то наерундил, и это послужило мне навсегда уроком. Я тщательно с тех пор старался от всякого подобного бессмысленного гаерства воздерживаться. Но не могу утверждать, чтобы это мне всегда удавалось. Глава шестая русско-турецкая война Приближение войны стало чувствоваться задолго до ее объявления. И хотя я пребывал в том блаженном состоянии, когда газет еще не читают и политическими убеждениями не обладают, однако все же и на мне общие настроения отразились довольно ярко. Но та русско-турецкая война носила особый, я бы сказал, несколько семейный характер. Такой, по крайней мере, она представлялась всем тем, кто почувствовал, что семья русских людей вдруг может пополниться присоединением к ней братьев-славян или, как их с чисто родственной фамильярностью называли, братушек. Все разговоры в обществе, где бы и когда бы они не велись, вертелись вокруг сербов, болгар и черногорцев. В них главным образом видели несчастных мучеников, стенавших под игом турок, а также изумительных героев, готовых жертвовать всем, чтобы завоевать свободу и независимость. Особенное впечатление на меня производили рассказы про те пытки, которым подвергали кровожадные башебузуки жителей подвластных порти стран. На страницах иллюстрированных журналов печатались картинки на эту же тему, а на выставках появлялись картины иной раз значительных размеров, в которых художники старались выразить свое негодование или свой патриотический восторг. Одну из этих картин я особенно запомнил, и это потому, что рассказывали, будто сам наш добрый государь, увидав ее, расплакался. Изображала она, описывая по памяти, по своей детской памяти, двух жутких разбойников в челмах, которые держат под руки полураздетую женщину, казавшуюся мне пьяной. На земле лежала другая полураздетая женщина с закрытыми глазами. Называлась картина, если не ошибаюсь, «Турецкие зверства», и принадлежала она кисти наиболее прославленного в те годы художника Константина Маковского. Увидав ее в академии, я, скорее, был разочарован этой, на мой вкус, слишком пестрой в красках картины. Еще не побывав на выставке, слушая разговоры старших, я готовился увидеть нечто чудовищно страшное, что в детские годы служит величайшей приманкой. А тут как раз самих зверств я и не приметил. Женщина на полу была просто мертвой, а что должно было произойти с девушкой, которую схватили злодеи, об этом я в те дни не мог догадаться. Весной 1877 года война была объявлена. И с этого момента можно было видеть полки за полками и длиннейшие обозы, отправляющиеся на вокзалы. На городских же площадях происходили смотры и учения. Приехали к нам прощаться отправляющиеся на фронт наши родственники. Все три брата-артилеристы Шульманы, кузен Николай Михайлович Бенуа и кузен Миша Андерсин, явились и разные знакомые, явился в белой блузе-рубахе и в белом кепе с подвешенным на затылке платком, с биноклем на черном ремне Зозор Соловский, отряженные газеты в качестве военного корреспондента. Его и без того выпученные глаза теперь таращились от энтузиазма и преданности славянскому делу прямо ужасающим образом. Недаром он был родственником Аксаковых. За семейными обедами разговоры на политические темы приобретали обостренный характер и зачастую обрывались тяжелыми молчками. А в воздухе повисала угроза общей размолвки. Я не узнавал своего зятя Женю Лансере, обычно столь тихого угрюмого, он, не стесняясь присутствия Мата Эдвардса, с яростью нападал на англичан, видя всюду их козни и провокации. А позже, в период Берлинского Конгресса, от Жени особенно доставалось лорду Беконсфильду. Лорд Беконсфильд возглавлял английскую делегацию на Берлинском Конгрессе в июне-июле 1878 года, где рассматривались условия Сан-Стефанского договора между Россией и Турцией. В русско-турецком конфликте 1877-1878 годов Англия занимала позицию враждебную России. Именно тогда его фанатическое поклонение Святой Руси обнаружилось с особой силой, не встречая в других настоящего сочувствия. Моментами Женя начинал даже до того вызывающе себя вести, что терпеливая покорная его жена сестра моя Катя принуждена была его урезонивать и призывать к сдержанности. Появилась и масса песенок, куплетов, а в сатирических журналах только и рисовались в смешном виде турки, англичане, иногда и австрийцы. Цель их была возбудить народный гнев, презрение к врагу и его сообщникам. Даже мальчишки в школах и гимназиях, не говоря уже о кадетиках, все заделались бравыми на всякое геройство готовыми вояками. Меня же это только смущало. Почему-то мне казалось, что все ломают какую-то комедию и стараются друг друга обмануть. Директриса нашего киндергартена еще до объявления войны пыталась вызвать в нас коллективное слезоточение и добилась таки, что девочки и мальчики рыдали перед принесенной ею лубочной картиной, на которой были изображены злодейства турок. Но к собственному удивлению, мне тогда не удалось выдавить из себя ни одной слезинки, а чтобы скрыть от других такую свою непростительную черствость, я закрыл лицо платком и вздрагиванием и аханьем старался передать то, чего не испытывал. Позже, к весне и ранней осенью нас заставляли в киндергартене часами щипать корпию. Это было не только очень скучно, но и опять-таки раздражало меня ощущением фальши. Работа у меня к тому же не клеилась. И как только тетя Наташа поворачивала спину, я клал порученные мне тряпки обратно в общую кучу. Впрочем, моментами мне удавалось вообразить те зияющие раны, на которые лягут эти нащипанные нами волокна, и тогда, движимый состраданием, я снова принимался за работу. Детям война представлялась не иначе, как победоносной. Так, например, мы совершенно не ощущали опасных и трагических перипетий, связанных с осадой плевны. Правда, это происходило летом, когда игры на воздухе не позволяли сосредоточиваться на чем-либо таком. Зато и я, и все мои маленькие товарищи были потрясены взрывом турецкого монитора на Дунае. Но этому особенно способствовали на сей раз эффектные, отпечатанные в красках картинки, изображавшие это событие в виде какого-то извержения вулкана, с несколько притом комической нотой. Разве не смешно было видеть, как в столбе пламени и в кроваво-красных облаках дыма барахтаются фигурки турок? Мне при этом было лестно узнать, что автором этого извержения был тот самый Дубасов, который год назад спас нашего Колю от гибели в морской пучине. Когда приходило известие о гибели какого-либо знакомого, то это казалось чем-то совершенно исключительным и никакой угрозы для других не представляющим. Я убежден, что так же, как дети, относилось и большинство взрослых. Так вообще относятся люди к самому ужасному из бедствий. Происходит же это нелепое и преступное отношение от недостатка воображения. В своем месте я говорю о том, какое потрясающее впечатление произвели на русское и на все европейское общество картины Верещагина, в которых художник представил и подчеркнул нелепость и преступность войны. Но именно таких картин никто из бывших на войне тогда не рисовал и не описывал. А те, кто приезжали с фронта, приезжал на побывку и загорелый как араб Зозо, те все считали своим долгом выставлять виденное ими в одном и том же ура патриотическом освещении и в каких-то ликующих красках. С войной у меня связано и одно довольно яркое театральное впечатление. Я уже выше говорил о балете «Роксана Краса Черногории». Теперь же нужно еще раз вернуться к нему. Премьера состоялась не то в конце 1877-го, не то в начале 1878-го года, и на первом представлении мы присутствовали, сидя большой детской компанией, в двух смежных ложах в Большом театре. Балет в постановке Мариуса Петипа был впервые показан 29 января 1878-го года и явился реакцией балетной сцены на балканские события. Поверхностные по существу сюжетно-ассоциативные отклики на события современной жизни были вообще типичны для императорской сцены. Так, постановка дочери фараона в 1862-м году была навеяна интересом к Египту, связанным со строительством Суэцкого канала, а дочери Снегов 1879-й год общественным вниманием к полярным экспедициям Норденшельда. Казенно-алиповатый дух подобных откликов характерный не только для сцены, но и для официально мещанской прессы тех лет, был одной из причин неизменной иронии, с которой Александр Николаевич Бенуа описывает реакцию широких общественных слоев на ход русско-турецкой войны. Спектакль имел определенно патриотический характер. Он начался с национального гимна и завершился им 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 причем публика заставляла оркестр повторять «Боже, царя, храни несколько раз». Подробности сюжета Роксаны стерлись в моей памяти, но отдельные эпизоды сохранились. Особенно меня поразил тот момент, когда во втором действии бравый черногорец, любящий красавицу Роксану, вступает в рукопашный бой со свирепым башебузуком, не то похитившим, не то собирающимся похитить любимую ими обоими девушку. Происходило это ночью на деревенском, лишенном перил мосту, перекинутом через сверкавший в лунном свете водопад. Оба соперника встретились на нем, и черногорец после нескольких схваток сбрасывал огромного турка в стремительный поток. В конце балета происходило чествование воссоединившихся любовников и среди всяких других плясок, в которых считалось, что балетмейстер в точности воспроизвел подлинные танцы южных славян, выделился детский марш, исполненный воспитанниками театрального училища. Бодрая и веселая музыка этого марша приобрела сразу тогда исключительную популярность, и его можно было слышать еще десятки лет спустя во всех увеселительных садах и на детских и других балах. И я запомнил марш из Роксаны целиком, и помню его до сих пор от начала до конца. С этого же спектакля мне знакомо имя Мария Петипа, так как внимание взрослых, сидевших в нашей ложе, было обращено на красоту дочери знаменитого балетмейстера, только что тогда начавшей выступать. О ней было даже больше разговоров, нежели о главной танцовщице, не очень козистой Евгении Соколовой. Другое театральное воспоминание военного времени относится к балаганам. В эту зиму, 1878 год, балаганы, в которых продолжали идти орликинады и другие безобидные истории, пустовали. Зато исключительным успехом пользовался театр Малафеева, где вместо его специальности инсценировок народных сказок, довольно грубых и безвкусных, на сей раз поставлены были на Масленицу и на Пасху по драматической пьесе с сюжетами, отражающими только что происходившие события. Я не любил такие представления, но меня потащили кузины храбро Василевские, и кое-что из этих спектаклей я, если и не оценил, то запомнил. Действие начиналось с идиллического изображения болгарского деревенского быта. В тесном семейном кругу шли приготовления к бракосочетанию дочери дома с молодым горцем. Но идиллии тут же наступал конец с момента появления все тех же злодеев башебузуков. Древнего дедушку на глазах у всех убивали. Отца главу семейства, привязанного к столбу, подвергали пытки за то, что отказывался указать место, в котором засели русские, а связанную девушку злодеи собирались увезти с собой. Но, к счастью, очень миловидная, переодетая мальчиком девочка успела предупредить русский отряд, и помощь успевала вовремя. Башебузуки тут же были застрелены, болгарин отвязан от столба, невеста и жених освобождены и воссоединены, а над трупом дедушки все склонились в молитвенном умилении. В это время хата превращалась в апофеоз, изображавший в центре спасительницу Россию. Другая пьеса почти целиком состояла из военных действий. Генералы, а среди них чуть ли не сам Гурко, допрашивали турецкого шпиона. А во второй картине, на фоне эффектной декорации, изображавшей снежные вершины Балкан, в течение добрых пяти минут проходили войска белого царя. Все те же сорок человек-солдат, и все та же единственная пушка, запряженная двумя клячами. Генерал Гурко, один из деятелей войны 1877-1878 годов, с именем которого связаны наиболее успешные операции русских войск, занятие балканских проходов, поражение турок под Уфланы, Казанлыком, преследование разбитых турок до Адрианополя и другое. Солдаты и пушка скрывались в левой кулисе и тотчас снова появлялись и с правой. В другой сцене было представлено сражение, пожалуй, само взятие плевны, если не карса. Но это было не столько зрелища, сколько слушаща. От выстрелов и взрывов подымался такой шум, что и после того звенело в ушах, а происходившее на сцене почти скрывалось за клубами дыма. Эти выстрелы были слышны снаружи на площади, и, несомненно, они оказывали притягательные действия. Густая толпа ожидала очереди, несмотря на мороз, и приходилось ей ждать очень долго. Не могу сказать, чтобы и эти марсовые потехи оказывали какое-либо возвышающее действие на меня. Видно, я в то время уже перестал быть милитаристом. Если по-прежнему я и любовался формами, парадами и смотрами, если любил расставлять своих оловянных солдатиков, то уже ненавидел дело войны как таковое. Отражением русско-турецкой войны явились еще выставки картин Верещагина и те панорамы, которые были показаны петербургской публике и которые изображали взятие Плевны и взятие Карса. Выше я уже упомянул о том впечатлении, которое произвели на меня картины Верещагина, но здесь необходимо к ним вернуться. Уж слишком они взволновали тогда общественное мнение, слишком много толков и споров они возбудили. Наиболее нашумевшая из этих выставок, а именно та, на которой были представлены последние военные события, давно закрылась, а на наших семейных обедах дядя Костя и дядя Сезар все еще схватывались по поводу произведений Верещагина с дядей Мишей, с Женей Лансере, с Зозор Соловским и с почтеннейшим сеньором Бианки. И как схватывались! Но только партийной дисциплины в этих схватках не было, вследствие чего получалась дикая путаница. Те же лица, кто восторгались живописью Верещагина, готовы были его обвинить чуть ли не в государственной измене, а те, кто хвалили Верещагина за его правдивость, возмущались шарлатанизмом художника. Этот шарлатанизм они усматривали как в том, с каким искусством художник умел рекламировать свое творчество, так и в том, как эти выставки были устроены и освещены. Окна зала того частного дома, где-то на фонтанке, в которой была устроена наиболее нашумевшая из них, были закрыты щитами, а в получившемся мраке самые картины ярко освещались электрическим, только что тогда изобретенным светом. Вследствие этого солнечные эффекты казались ослепительными и предельно иллюзорными. Как я уже упомянул, споры о Верещагине были до того возбуждающими, что даже мамочка, вообще выставок не посещавшая, решила отправиться посмотреть собственными глазами, что это такое. И, несмотря на то, что ее предупреждали, что там невообразимая давка, она все же взяла меня с собой. Ее болезненно боявшуюся толпы не оттолкнуло и то, что пришлось ждать очереди снаружи у подъезда. Внутри же, в полутемноте, топталось несметное количество народу. Но, раз попав за дверь, идти на попятный было поздно, и мы, толкаемые со всех сторон и не раз рискуя быть раздавленными, обошли тки выставку, расположенную в нескольких залах. Почему-то у нас особенно спорили о картине такой молодой, а уже отличившейся. О заглавленной по-французски, которая изображала юного фронтоватого свитского офицерика, увешанного орденами. Я эту картину сразу и стал искать. Но власти уже успели ее удалить с выставки, увидав в ней какие-то дерзостные намеки на каких-то салонных военных, которые умели делать карьеру на общем несчастье. Зато я увидал панихиду на поле битвы, и эта картина меня поразила до глубины души. Имеется в виду картина «Побежденные панихида» 1877-1878 Государственная Третьяковская галерея. Странное дело. Оказала она на меня одновременно и отпугивающее и притягивающее впечатление. Некоторых очень нервных детей притягивает все, что пахнет смертью. И как раз я в те времена отличался в сильной степени этой странной необъяснимой чертой. Поэтому я и остолбенел, увидав это поле, на котором до самого горизонта вместо травы или вспаханной земли виднеются серо-желтые обнаженные точно кем-то посеянные людские тела. Фигуры смиренно и покорно кодящего батюшки в черной рясе и стоящего за ним на вытяжку солдата только усиливают впечатление безнадежного молчания и пустынности, а унылое серое небо лежит тяжелым покровом над всей этой сценой. Сейчас Верещагин почти забыт. И как раз я был одним из первых, кто еще в девяностых годах восстал против его абсолютной славы. Ведь в те времена за границами России из русских художников только его и признавали. В России же многие почитали Верещагина за какого-то мага живописи, до которого всем западным новаторам как до неба. Александр Николаевич Бенуа имеет в виду свою главу о русской живописи, написанную для истории живописи в девятнадцатом веке Рихарда Мутера. Верещагин получил там чрезмерно критическую оценку. Его произведения, по словам Бенуа, оставляют очень грубое впечатление. Они колоритны, но жидки и скучны по композиции. Тем не менее, уже в этом очерке присутствуют и другие, более обобщающие определения, отдающие должное вкладу художника в развитие батальной и шире реалистической русской живописи. Он хотел представить войну такой, как она есть, а не такой, как ее изображали в аллегориях. И в этом смысле он тоже был пионером реализма, что дает ему право занять, если невысокое, то, во всяком случае, почетное место в истории развития того принципа, который руководит современным искусством. русское издание главы Александра Николаевича Бенуа русская живопись в XIX веке Москва 1900 год страницы 40 и 42 Это была одна из вечно повторяющихся ошибок общественного вкуса, и я был прав, когда именно восстал против всего того, что в живописи Верещагина было жесткого, подчас даже любительского и просто безвкусного. Теперь же, мне думается, пора снова переменить такое отношение к мастеру и заняться некоторой реабилитацией его. Верещагин не только возбуждал скандалы смелостью своих тем, но в нем была и та сила убеждения, та воля к творчеству, та острота наблюдения и яркость вымысла, которые, если и не создают еще живописца как такового, то, во всяком случае, являются отличительными чертами подлинного художника. Иные, истинно жизненные памятники своего времени, созданные художником, бывают куда ценнее чисто эстетических удач. К таким памятникам эпохи следовало бы причислить и помянутые панорамы Плевны и Карса, которые были не без мастерства написаны на основании добросовестно собранных документов французским художником Филиппо То, и которые были выставлены на показ публики одна после другой в специально сооруженном круглом здании на набережной Екатеринского канала недалеко от Казанского моста. К сожалению, панорама, как бы она хорошо ни была написана, не может служить памятником, уже по той простой причине, что срок ее существования всегда краток. Панорама требует целого сооружения и представляет собой нечто чересчур объемистое и громоздкое. Почти все панорамы, а на них была большая мода в конце девятнадцатого века и оказались по прошествии немногих лет уничтоженными или, что равносильно уничтожению, полотна, на которых они написаны, свернутые и сложенные в какие-либо склады. Особенно я жалею о гибели превосходной панорамы Древнего Рима в дни Константина Великого, созданной профессором Вагнером и бывшей многие годы одной из приманок Берлина. Она, кажется, сгорела. Сгорела, если не ошибаюсь, и превосходная панорама Пигльхейна, изображавшая Голгофу. Панорама Древний Рим с триумфальным шествием Константина, написанная Шандером Александром Вагнером 1838-1919 по архитектурным эскизам Бюльмана была впервые показана в Мюнхене в 1888 году. Панорама распятия Христа, созданная в 1886 году Бруно Пигльхейном 1848-1894 сгорела в Вене в 1892 году. Между тем, какой громадный интерес представляло бы такое иллюзорное изображение действительности, если бы оно дошло до нас, скажем, со времени Людовика XIV или Королевы Елизаветы. Да уж и сейчас было бы небезинтересно увидеть панораму, написанную Невилем и Детайлем, фрагмент ее в Версальском музее или те же панорамы русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов, о которых я вспоминаю. Все это произведение, не удостаивающееся попасть в историю искусств, но это не мешало им производить в свое время своеобразные и очень сильные впечатления. Что касается меня, то я, склонный вообще ко всякому проявлению иллюзорности, способен был простаивать часами на платформе, составляющей центр панорамы, и тешить свой глаз разглядыванием того, что расстилалось не только передо мной, но и вокруг меня. Нравилось мне чрезвычайно и то, что весь передний план панорамы был совсем как настоящий. Он состоял из пластических деталей, земляных укреплений, кустов, лафетов, пушек, разбросанного оружия, а где-то из-за угла выделялся даже настоящий труп турка. Необходимо упомянуть здесь и об эпилоге военной эпопеи русско-турецкой кампании. Я говорю о той торжественной встрече, которая была устроена возвращающимся с фронта войскам, что происходило у московской заставы, и чему прекрасной декорацией послужили грандиозные триумфальные ворота, сооруженные по проекту Стасова еще в 1830 году. Городское управление столицы обставило это торжество особым блеском, соорудив у подножия черных дорических колонн ворот, эстраду для представителей города, ложи для приглашенных и ступенчатый амфитеатр для публики. Все это было драпировано цветными тканями и украшено гирляндами цветов и лавров. Многосоженные национальные флаги, русские, сербские и болгарские, свешивались с целого леса мачт и плавно развивались по ветру. Гремели полковые оркестры, а публика почти несмолкаемо кричала «Ура!» еще до того, как появились первые эшелоны наших бравых героев. Я с родителями сидел в одной из лож, представленных членом городской управы, и рядом с нами стояли большие корзины, до самого верха заваленные лавровыми венками. Эти венки надлежало бросать в проходящие войска, и такая игра пришлась мне, восьмилетнему мальчугану, особенно по вкусу. К концу я навострился попадать венками на самые штыки, проходящих под нами солдат, а брату Миши удалось даже так ловко бросить три венка в проезжавшего во главе своей артиллерийской части кузена Колю Шульмана, что два из них увенчали его, а третий Колес ловил на лету своей шашкой. Именно благодаря этой удаче и тому, что героем здесь оказался близкий человек, картина эта запечатлелась во мне с несмываемой отчетливостью. Так и вижу счастливую физиономию Шульмана и его широкий жест признательности в нашу сторону. Но не так счастливо кончилась война для другого моего кузена, для Николая Михайловича Бенуа. Раненый осколком в голову он лишился рассудка и так до конца своих дней и остался калекой. калекой.